Приветствую, дамы и господа, с вами Артём. Сегодня мы заново начинаем прохождение Dark Souls Prepaid to Die Edition, заново начинаем прохождение на Платину. Объясняю, с чем это связано. Дело в том, что в предыдущей серии я пытался пользоваться сторонним руководством, в котором внезапно произошёл очень интересный момент. Там человек, который составлял это руководство, предложил в самом начале игры прокачать героя до 173 уровня, учитывая, что некоторые новые игры плюсы и даже новая игра плюс 2 заканчивают с более низким уровнем. И он предлагал всё это дело фармить души на могиле Арториаса. В общем, я так посчитал, посчитал, и выяснилось, что там надо собрать 10 миллионов душ. В общем, что-то это как-то не наш метод абсолютно. Поэтому я вчера сидел в течение дня. Пока вы смотрели новый выпуск Dark N'Lore Company. Если вы всё ещё не посмотрели, бегом смотреть. Так вот, я сидел и составлял собственное руководство, внимательно изучал ачивки, где чё валяется, где чё фармить. И, собственно, разработал для себя свою собственную стратегию, которая будет в первую очередь удобна мне для выбивания платины из этой игры. И да, кстати, сегодняшний стрим по Dark Souls проходит уже не на OBS Classic, как у меня всегда это было, а на OBS Studio. Поэтому сейчас обязательно напишите мне в чате, слышно ли меня, всё ли хорошо, хорошо ли слышно мой голос. Потому что, возможно, мне надо будет свой голос чуть-чуть добавить. Вот, у меня есть такие подозрения. Вот, и я поставил галочку, чтобы OBS Studio так умеет. Я поставил галочку, чтобы он захватывал сторонние оверлеи. То есть, по идее, вы, мои зрители, сможете видеть... Вы сможете... Вы сможете... Всё работает отлично, отлично. Вы сможете увидеть выбивание ачивок. Вот, такие дела. Почему я говорю платина? Сейчас обязательно какой-нибудь очень головастый и умный человек напишет о том, что ты же играешь на ПК, какая к ядре не фене платина. Достижения, ачивки, так называемые, и трофеи на PlayStation абсолютно идентичны между собой. Так что и там, и там платиной считается главная ачивка под названием «Тёмная метка». Верданчик Сигельвей, привет! Так что вот, можно, в принципе, багом по фарму душ воспользоваться нельзя. Этот баг уже давным-давно исправили. Не верите тем, кто говорит, что якобы им до сих пор можно пользоваться. Так что вот такие дела. Будем считать, что предыдущая серия вообще никакого не имеет отношения к прохождению на платину. Я прям так и буду писать теперь в превьюшке прохождения на платину. Вот, и, собственно, ну, собственно, всё. Так что вот такие дела, ребят. Снова буду рассказывать вам про лор-игры в этот раз, наверное, более подробно, чем в предыдущий. В предыдущий раз я что-то совсем как-то на это дело забил. Буду также читать описание предметов и так далее и тому подобное. Короче, буду делать то, что мне нравится. Вот так вот. Всё, ребят, поехали, новая игра. Так, здесь всё у нас верно, всё верно. Здесь тоже всё верно, всё верно. Итак, введите имя персонажа. Ой, в этот раз я что-то, знаете, думаю о том, чтобы, наверное, не вводить свой никнейм Dark N'Lore. Чё-то я от него устал, вот правда. У нас будет персонаж по имени Аркей. Вот так вот, прям вот. Не знаю, ещё одно фэнтезийное имя, которое создал мой мозг. Аркей. Вот теперь у нас будет персонаж по имени Аркей. Охотник Аркей. Пол-мужчина. Мужчина не влияет на навыки, но и замечательно. Класс. В этот раз я буду играть охотником. Охотник с луком. Хорош в ближнем бою, но слаб в магии. Рассказываю, почему я беру его. Многие берут пираманта. Я, ещё раз повторюсь, я буду проходить по своей собственной стратегии. Я это всё вчера сидел в текстовом файлике составлял. Потом, если кому-то понадобится, я, возможно, если кто-то, кому-то будет интересно, кто-нибудь попросит, я скину этот файлик. Охотник сразу имеет лук. У охотника сразу есть лук. И поэтому его не придётся покупать у торговца с самого начала. Аркей, случаем не бог ли эстез? А я не знаю, я вообще от балды придумал. У меня... Я когда придумал этот никнейм, он у меня недавно как-то появился в голове, я вообще думал, что-то про Атрео или что-то из греческих вообще каких-то мифов. Что-то такое. Так вот, у охотника достаточно хорошо, всё с силой и ловкостью. В принципе, у воина тоже. У него 13-13, у охотника 12-14. В принципе, очень близко. Вот, но у охотника есть, как я уже сказал, Аркей, это сына Катоша. Забавно. Вот, у охотника фишка в том, что у него сразу, как я уже сказал, в начале игры имеется лук. И у него, в принципе, неплохой мечик имеется в самом начале. Да и сет, кстати, у него тоже не самый тупой. Так что вот такие дела. Берём охотника. Охотник с луком. Хорош в ближнем бою, но слаб в магии. Ну, магия так. Кстати, сразу оговорюсь, моя стратегия развития. На первой игре, на просто новой игре, мы будем с вами вступать в максимальное количество ковенантов. То есть, мы будем идти на тёмную концовку. И в процессе мы будем собирать души. Мы будем их коллекционировать, но оружие из боссов, оружие из душ боссов мы делать не будем. Потому что... Ну, просто потому что на первом прохождении, на новой игре, нам надо максимально прокачать нашего героя. На новой игре плюс мы уже начнём как раз таки, во-первых, выбивание душ заново, потому что из некоторых душ можно сделать несколько видов оружия. Да и там с Орнштейном и Смоугом есть моменты, что за один заход мы получаем душу одного, за второй заход душу другого. Вот. И на второй, именно как раз на втором прохождении мы начнём уже крафтить себе оружие из душ боссов. Начнём постепенно уже покупать чудеса, магию и прочее, прочее, прочее. Короче, всё то, что нам надо будет. Вот. Ну и качать прочее оружие при помощи углей. А на первом прохождении у нас задача максимальная прокачка героя, прохождение на тёмную концовку, максимальный сбор ковенантов. Вот. Вот такие вот дела. Дар. Я беру кольцо старой ведьмы, подарок ведьмы, старинное кольцо без очевидных эффектов. Почему беру не отмычку, а кольцо? Потому что я хочу получить диалог с прекрасной госпожой в Блайттауне. Отмычка мне, в принципе, особо и не нужна, потому что я всё равно получу ключ. Вот. Тело. Тело. Но это уже внешний облик, пускай будет просто худое лицо, дворянина, стора, как у меня это обычно бывает. Так. Непослушный цвет. Ну, как всегда, чёрный. Вот и всё. Вот у нас будет вот такой персонаж Аркей. Так, мне тут написали. Аркей. Сына Катоша, бог цикла жизни и смерти. Божество, связанное с похоронами и погребальными обрядами и ответственное за наступление времён года. Его последователи, стойкие противники некромантии и всех форм нежити. Так. Стоп. Связанное с похоронами и погребальными обрядами. То есть я правильный никнейм выбрал для этой игры. Ну, поехали принять. Да, начать игру этим персонажем. Всё, поехали. В эру древних мир был бесформенным. Его окутывал туман. Это была земля серых утёсов, древних деревьев и пресносущих драконов. Но затем был огонь. И с приходом огня всё распалось на две части. Жар и холд. Жизнь и смерть. И, конечно, свет и тьма. Из тьмы пришли они. И они нашли в пламени души повелителей. Нито, первый из мёртвых. Ведьма Изолита и её дочери Хаоса. Гвинн, повелитель света и его верные рыцари. И хитрый карлик, которого так легко забыть. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов дракона. У меня есть подозрение, что нам сейчас показали Арториаса. Молнии Гвина разрывали их в каменную чешую. Меч был в левой руке, и меч не такой, как у чёрных рыцарей. Ведьму призывали огненные смерчи. Нито насылал смерть и болезни. А ногой Сит предал свою роду. И драконы сгинули. Так началась эра огня. Но вскоре пламя погаснет, и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли. И человек видит не свет, но бесконечную ночь. А среди живых ходят проклятые носители знака тьмы. Как хорошо и позитивно начинается наша сказка. Наши приключения. Да, воистину. Нежить заклеймена знаком тьмы. И в этих краях Нежить сгоняют и ведут на север. Лориения, привет! Где они будут томиться в заключении До конца дней Таков твой удел Вот, кстати, в этом моменте Анастасия похожа на хранительницу огня Из третьей части Однако в третьей та сидит не над трупом А берет диадему Ну, не знаю Вроде Анастасия, как Анастасия Окей, Оскар и Засторы А я вообще не играл Буду писать всякую фигню Вот правильно Северное прибежище нежити Уж поверь мне Я уже, честно говоря Привык За вчерашний день Вчера столько всего Вчера столько фигни писали Вот реально Что я уже что-то забил Огромный болт на это Черный кристалл разделения Черный кристалл Это символ расставания Даруются изгнанные нежити Кристалл отправляет фантомов Или вас домой Помните о нестабильности Этого предмета Если собираетесь развивать отношения Знак тьмы Темный знак указывает На проклятую нежить Заклейменные этим знаком Возродились после смерти Но когда-нибудь Потеряют рассудок И станут полыми Смерть активирует Темный знак Когда возвращает Хозяина К последнему костру За всю человечность И все души А я Dark Souls Не осилила Буду писать еще Большую фигню Ага И подарил Dark Souls Два мне Забавно Забавно Так Рукоить прямого меча Кстати Я вот все думал Нахрена она нужна Оказывается Я сейчас могу ошибаться Либо сломанный прямой меч Либо рукоить Точно не помню Но короче Оказывается Меч Арториаса Делается из обломка Рукоить прямого меча Тип оружия Прямой меч Тип атаки Обычный выпад Обломок пропавшего меча Брошенный в прибежище нежити Немногим лучше кулаков Рекомендуется Как можно быстрее Найти ему замену Кожаный доспех Доспехи из мягкой кожи Очень распространенное Защитное снаряжение Кожаные перчатки Перчатки из мягкой кожи Кожаные сапоги Сапоги из мягкой кожи Кольцо старой ведьмы Старое кольцо Старой ведьмы На нем детально выгравирован Непонятный текст Вроде бы бесполезный Так С ключа темницы В подземелье Ключ от подземелья Прибежище нежити На севере Загадочный рыцарь Не говоря ни слова Швырнул в камеру Мертвеца У которого был этот ключ Кем был этот рыцарь Какую цель он преследовал Возможно Ответов не существует Но вы должны продолжать поиски Ирина Иштар Привет Я еще Николбек Переслушивать Начала Так что буду Словая с песен Присылать Типа Напеваем А я Че-то когда Пытался слушать Николбек Не знаю Мне кажется Они мягковатые Для меня Ну вы знаете Какую я музыку люблю Для меня Это уже слишком Мягкая музыка Не нужно Чтобы прям Чтобы пробивало Насквозь нахрен О кстати Полюбуйтесь С самого начала игры Нам показывают Одного из самых Поганых демонов У него Очень уродская Атака магии Кстати да Вот я посмотрел По Dark Souls Вики вчера При составлении Руководства То что Он делает Как бы взрыв Но взрыв имеет Магическую Магическое Происхождение Так что действительно Когда с ним сражаешься Лучше брать Какую нибудь Магическую защиту По крайней мере На Dark Souls Вики в основном Советуют брать Щит Оскара Щит Семблемы Дракона Ну в общем В процессе Мы там разберемся Для меня Вообще Очень мягкая Только треш А только треш Это наверное Не треш Я с них Начал Слушать музыку В жанре Рог для меня Они очень много Значит Ну вот я кстати Та же ситуация У меня с Poets of the Fall Мне у них какие-то Песни нравятся Но я их долго Слушать не могу Для меня Слишком много Акустики Слишком много У них Причем чем ближе К последним альбомам Тем Акустика Все больше преобладает Практически уже Открыто достижение Вожечь Ну ёпарс Ну блин Оверлей Не сработал Блин Я специально Поставил галочку Чтобы Блин Я вот специально Поставил галочку В OBS Студио Чтоб он захватывал Оверлей От Стима Блин Он не захватил Ну чё такое Ладно Короче У нас первая Ачивка Вожечь Вот Мы только что Выбили первые Трофеи 41 Вожечь Так что Вот так вот Всё зашибись Первые трофеи Мы с вами получили Вначале вообще Кстати Можно очень легко Получить 5 трофеев Простите 4 трофея А не 5 Так Окей Второй костёр Опа Большой кожаный щит Типа оружия Щит Типа атаки Удар Если у вас будут вопросы Касаемо лора игры То задавайте Я буду отвечать Большой покрытый кожей Круглый щит Которые предпочитают Охотники Деревянные щиты Легче металлических Но хуже Защищают от физического урона И не такие прочные Да Я в самом начале стрима Всё это дело Рассказывал По поводу того Что Короче Очень кратко повторю Сейчас повторю Очень кратко Потому что Я в начале Всё это рассказывал Короче Предыдущий стрим Когда я начинал Я шёл по чужому руководству У чувака в руководстве Очень странный пункт Прокачать своего героя На фарме душ На могиле Артория Сода 173 уровня Грубо говоря Надо на фарме 10 миллионов душ Я послал это нахрен Всё И вчера сидел И составлял Полностью руководство Уже своё собственное То есть по пунктикам Разбирал Где в какой локации И чё В какой последовательности На какой новой игре На какой новой игре плюс Каким классом играть С самого начала И чтобы вообще Нигде никак Не затупить Вот Короче Я собственное руководство Составлял в текстовом файлике И даже вчера админом Его скидывал Так что вот Поэтому я играю сейчас По собственной Выработанной стратегии Там не вариант Ну чё Зашибись Опять не сработал Опять не сработал скрипт Во 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 Всё он убегает Отлично Да что такое Вот это новости У вас такая херня Бывала в Дарк Солсе Скажите пожалуйста Блин Чё он делает Не по-моему Мать Чё с игрой случилось Такс Ладно Короткий меч Тип оружия Прямой меч Тип атаки Обычный выпад По распространенности С этим небольшим Прямым мечом Может сравниться Только длинный меч Удобный Подходит для разных ситуаций Позволяет наносить Обычные резкие удары Так у нас Шорт сворд Так называемый Тот момент Когда тебе надо Руководство Дарк Солс Для криворуких Ньюфагов О У меня вопросы Какого здесь происходит Цикл огня В этом мире Существует Определенный цикл огня То есть Существует Великое пламя Которое Пока оно горит Королевство Живет В процветании Идет эпоха света И все замечательно Но когда начинает В это великое пламя Гаснуть С приходом Угасания Начинает Приходит и Странная чума Ну Чума это условно говоря Мертвые Встают из могил Превращаются Люди превращаются В бездумных В бездушных полых Которое просто Грубо говоря Зомби Живые мертвецы И Мы играем За персонажа Которым надо Либо вожечь пламя И продолжить Эпоху богов Эпоху света Либо Наоборот Его погасить И наступит Эпоха тьмы Что интересно Эпоха людей Такая вот фигня То есть Должна закончиться Эпоха богов А Это ты Ты ведь не из полых Да Слава богу Боюсь что мне конец Скоро я умру А потом Лишусь разума Я хочу кое о чем Попросить тебя Ты и Яма Оба нежить Ты Выслушаешь меня Так ведь Да К несчастью Я не выполнил Своё задание Но Быть может Ты завершишь то Что не удалось мне В моей семье Издревле говорили Ты кто избран Из мертвецов Покинув прибежище нежити Отправляйся в странстве К землям древних повелителей Ударь в колокол пробуждения И тебе откроется судьба нежити Теперь ты все знаешь Я могу умереть с надеждой в сердце О И еще одно Вот Возьми Это фляга с эстусом Любимым лакомством нежити Второе достижение Фляга с эстусом Второй трофей мы выбили Он И вот это А теперь я должен попрощаться с тобой Я не хочу навредить тебе после смерти Так что ступай И спасибо тебе Я буду для зрителей Для тех, кто в первый раз это все смотрит Буду повторять диалоги Он повторяется, поэтому все Больше с ним разговаривать не имеет никакого смысла Фляга с эстусом Нежит дорожит этими матовыми зелеными флягами У костра флягу можно наполнить эстусом Который восстанавливает здоровье Фляга с эстусом связана с хранительницами огня И упоминается в темных песнях В изумруде фляге отражается душа Той, что хранительницей звали И после смерти огню ты верна Ключ от восточного крыла второго этажа Ключ от железной решетки на восточной стороне второго этажа Северного прибежища нежити Прибежище нежити – это огромная тюрьма Разделенная железными решетками Даже если нежите удастся выбраться из камеры Ей все равно придется приложить немало усилий Чтобы попасть на волю Так, я могу же парировать Попробую спарировать Почему-то звук не сработал Но я сделал парирование Отлично Вот так Вот и Оскар только что умер Мы получили его души В северное прибежище нежити Сгоняли полых Собственно, как и нашего героя Итак, вот о чем я и говорил У нас есть Давай, попробуй меня ударить Я тебя хочу спарировать Опа Итак, вот об этом я и говорил Почему я выбрал этот класс с самого начала Потому что у него появляется лук Тип оружия лук, тип атаки нет Небольшой лук – обычное оружие дальнего боя Необходимы стрелы Для прицеливания нажмите левый бампер Цельтесь в головы человекоподобных врагов Для смены стрел нажмите левый или правый триггер Обычная стрела Тип оружия стрела, тип атаки выпад Обычная стрела, для стрельбы из лука нужны стрелы Ну, такая вот история Следующий Сюда подойдет Больше душ, богу душ Я вас тут сейчас всех запарирую Иди сюда Хочешь запарированным быть? Вот так Всех запарирую, к чертовой матери Ту дверь мы не откроем Мы потом сюда еще вернемся Поехали Бродячий… Тьфу, бродячий демон Демон прибежище, первый босс У dezетет Уйнен Бродячий демон Чего Ну, собственно, и так. Первая победа над боссом. Жалко, что за боссов ачивки не даются. Я люблю, когда за боссов даются ачивки. Человечность. Крохотный черный призрак. Встречается у трупов, позволяет получить одну человечность и восстановить много здоровья. Этот черный призрак называется человечностью. Но о его природе почти ничего не известно. Если душа является источником любой жизни, в чем суть человечности, которая отличает нас? Буду сразу использовать человечность. Мне я буду доводить человечность до десяти, чтобы у меня повышался шанс дропа каких-либо хороших вещей. Интересно, а в этот раз получится три часа без смерти или еще больше? Постараюсь, попробуем. В прошлый раз я вообще умер в той локации, в которую я как бы не хотел изначально соваться. Большой ключ-ключ паломника. Ключ от внутренней двери в главный зал прибежища нежити. Большой ключ, который принадлежал избранному паломнику нежити. Он понятия не имел о том, что ему уготовило это паломничество. Кстати, судя по концепт-артам, изначально здесь должен был быть демон Телец. Он должен был сидеть вон там. Да, я перевепарирую. Ты пытался меня сломать такой простой скороговоркой? Ха! Карл у Клара украл кораллы. Карл у... Стоп, я забыл в какой последовательности. А! Карл у Клара украл кораллы, а Клара у Карла украл кларнет. Нет, если бы Карл у Клара не украл кораллы, то Клара бы Карла не украл кларнет. Ну, а 33 корабля лавировали-лавировали, да не выловировали. Вот. Ха! Изи! Душа пропавшего мертвеца. Душа потерянной нежити, которая давно стала полой. Позволяет получить душа. Душа это источник жизни, и нежити даже полые продолжают искать их. Кстати, интересно, Снагли сейчас дадут свой... Опять молчит. Ну, ладно. На дворе трава, на траве дрова. А дальше я не помню по сюжету что там. Это было давно, в институте. Да, изи катка. Но древние легенды гласят... Что однажды мертвец будет избран. Он покинет прибежище нежити... И отправится в страну древних повелителей. Лордран. Не пили дрова на траве двора. Ага. А я тут опять на Чайлдов Лайт подсаживаюсь. Надо бы ее на харде опробовать. Кто-то немного с ума сходит. Окей. Итак. Сейчас мы с вами получим третий трофей. Я буду их трофеями называть. Кедреньфа... Кедреньфинич. Кечевки какие-то. Не по-русски разговариваем. Открыто достижение прибытия в Лордран. В Лордране можно получать новые уровни и зажигать костры. Я разожгу свои костры. Так-с. Здорово. Так, что у нас тут? Ты должно быть здесь недавно. Дай-ка угадаю. Судьба нежити, верно? Что же, до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем остаться гнить в прибежище нежити. Но что сейчас говорить? Раз уж ты здесь, то я помогу тебе. Колоколов пробуждения на самом деле два. Один наверху в церкви нежити. А второй глубоко внизу в развалинах у основания чумного города. Ударь в оба колокола, и что-нибудь произойдет. Гениально, правда? Что ж, я все сказал. Но, похоже, это тебя не остановит. Так что ступай. Тебя ведь это привело в наши проклятые земли нежити. Так, еще раз. О, твое лицо. Ты почти полый. Хотя, кто знает, может полом быть проще. Избран в Госдуму, че? Что? Восстановить человечность? Для этого существует несколько способов. Можно собирать ее по частичке с трупов, а можно умаслить клирика, чтобы он тебя призвал. Самый быстрый способ, хоть я его и не использую, это убить здорового мертвеца и забрать его человечность. В конце концов, заповедь не возжелая относится только к живым. На что ты смотришь? Не пытайся ничего тут выкинуть. Можешь пожалеть. Что? Что? Ты хочешь узнать что-то еще? Только этого нам не хватало. Очередная любопытная душа. Что ж, тогда слушай. Один колокол наверху в церкви нежити, но подъемник сломан. Так что придется карабкаться по лестнице в развалинах и попасть в город нежити через водоспуск. Второй колокол глубоко под городом нежити, в полном заразы чумном городе. Но я скорее умру заново, чем сунусь в эту помойку. Давайте его еще немного понасилуем разговорами. Ада преисподняя, что еще? Ты задаешь слишком много вопросов. Ударь в оба колокола и получишь по своему колоколу. Хрен тебе. Что? И что теперь? Я не в настроении болтать. Оставь меня в покое. Все. Такс. Еще раз повторяюсь, человечность я буду использовать сразу, потому что так увеличивается шанс дропа. Так. Ну погнали дальше. Теперь будем собирать вещички, которые разбросаны на этом уровне. Душа я сразу, опять же, использую, потому что качаться буду рядом с костром. Точнее, не рядом с костром, а у костра я что-то это. Что-то я с утречка, с русским языком, немножко не в ладах. Девять утра по Москве сейчас. Наверное, уже все думают, Артем, совсем упоротый. В девять утра устраивать стрим. Кто его будет смотреть? Да не, вроде смотрит. Вот, кстати, про эту душу забавно. Я не знал и замечал, что многие ее, реально, очень многие ее пропускают все время. Сейчас получим четвертый трофей. Привет. Полагаю, мы не представлены? Я Петрус из Таролунда. У тебя к нам какое-то дело? Если нет, не затруднит ли тебя держаться подальше? Обойдешься. Привет. Я понимаю, что просил тебя держаться от нас подальше. Но уверяю тебя, что мы вовсе не держим на тебя зла. Вот, возьми это, в знак примирения. Нет, нет, давай. Это тебе. Так, он нам дал медную монету. Медная монета. На ней изображен старый Маклойф, бух медицины и спиртных напитков. Даже самые дорогие монеты мира людей имеют низкую стоимость в Лордране, где принято расплачиваться душами. Их носят с собой те, кто мечтает выбраться во внешний мир. Ох, это снова ты. Хотя, у меня есть мысль. Как насчет вот чего? Мне все равно надо дождаться моих спутников. Так что я могу научить тебя чудесам. Тебе это интересно? Помню, на той неделе, кажется, был стрим 8 часов утра по Dark Souls 3. Так было более 30 человек, и один модератор ненадолго заходил. Ха, прикольно. Да, я хочу. Очень хорошо. Тогда тебе прежде всего надо вступить в Орден Богов. Открыто достижение Орден Белого Пути. Выбили в четвертый трофей. Да, вступить в Орден. Качать этот ковенант не надо. Итак, я готов поделиться с тобой чудесами. Но помни, что их действенность будет зависеть от твоей устремленности и твоей веры. Так, выучи джест. Не знаю. Че еще скажешь? Мои спутники — это госпожа и два ее юных рыцаря. Она молода, но от нее зависит успех задания клириков. А мы ее защитники, оберегающие от опасности. Задание клириков? К сожалению, мне нельзя рассказывать тебе о нем. Но я твой учитель. И если ты докажешь свою веру... Нет, обойдешься. Кстати, когда играешь за пираманта, он просит всего сотню душ. Боюсь, это может быть непросто, ибо наше задание священно. Повторяется. Но все. Возвращайся еще. Эффективность чудес зависит от твоей веры. Так, все, с этой вещью мы разобрались. Еще одна душа. Нет! Опа! Помнил, Рея не играла, ей советовали сюда спрыгнуть, но она тогда побоялась этого делать. Думала, что вроде ее троллят. Я так тоже думал, когда в первый раз мне сказали про это место. Так, треснувшая красная ока. Предмет для сетевой игры позволяет вторгнуться в другой мир. Победите хозяина мира и получите человечность. Треснувшая красная ока позволяет временно использовать способность, которой обладают только темные духи Кааса. Так-с. Моргенштерн. Тип оружия молот, тип атаки выпад. Молот с острыми шипами на навершии. Пример самого грубого оружия клириков. Позволяет использовать выпады и вызывает кровотечение. Так, и талисман. Тип оружия талисман, тип атаки удар. Проводник для сотворения заклинаний чудес. Обычный талисман. Распространен среди верующих. Талисманы позволяют творить заклинания чудес. Изучите заклинания чудес с помощью свитка, сидя у костра. Большинство заклинаний чудес можно сотворить ограниченное количество раз. А Сигелю, я помню, советовали прыгнуть в яму в глубинах. Ну и, собственно, Сигель тогда тоже побоялся туда прыгать. А там паучий щит. И можно крысу расстрелять со стороны. Так, стоп, что я сейчас... А, да. Косточка возвращения. Кость, превратившаяся в белый пепел. Возвращает к последнему костру, у которого вы отдыхали. В кострах полно костей нежити. Иногда сильное стремление их бывших хозяев найти костер заряжает кости энергии возвращения. Талисман Ллойда. Этот талисман используют клирики рыцаря отца Ллойда для охоты на нежить. Препятствуют восстановлению эстуса в некоторой области. Во внешнем мере нежить проклята. Клирики рыцаря Ллойда получают чедрое вознаграждение за охоту на нее. Этот благословенный талисман не дает нежить и восстанавливаться, и рыцари могут легко с ней справиться. Вон там предмет валялся. Это территория кладбища, я туда не пойду. Это я туда отправлюсь только уже, когда в сторону катакомб отправимся. Боже, ну ты чё? Игра. Дай присесть. Дай присесть у костра. Насколько я помню, бак для фарма душ вроде как это... Исправили. Боже, скелет. Ой, игра. Игра, ты чё? Там был папирус. Странно. Я видел огромное количество сообщений по этому поводу, что этот, так называемый, глич изменили. Ну, то есть исправили его. Ну, то есть ты когда душу ставишь на быстрый слот, бьешь большим мечом, пока идет удар, ты заходишь в менюшку, выбираешь эстус и пьешь, а вместо этого используется душа. И душа при этом не тратится. Огненная бомба. Сосуд, наполненный порохом, взрывается, нанося урон огнем. Довольно мощное оружие дальнего боя, незаменимо для нанесения урона огнем. Очень полезно на низких уровнях. Многие воины расширяют арсенал с его помощью. Так, ну, собственно, всё. Чё хотели, то и сделали. Так. Сразу. Такс. Ловкость и сила. Ловкость до 18 надо будет качать, силу до 50. В определенных случаях буду качать здоровье. Так, в целом это усё. Так, поменяю Кая на Моргенштерн. Обретите человечность. Будь человеком. Как там мультфильм назывался? Ой, блин, я не ожидал, что это такое. Как там мультфильм назывался, где... Который там чё-то, какой-то там Анкин, будь человеком. Старый советский мультик такой был. Чувак решил со мной не сражаться. Он просто улетел. Это спарта. Это спарта. Сюда подошёл. Сюда подплыл. Да, Баранкин. Да, вот, Баранкин. Парень, ты чё? Парень, ты чё творишь-то? Зачем? Осколок титанита. Осколок титанита для усиления оружия. Наиболее распространённый материал усиливает стандартное оружие до плюс пять. Это лишь крупица легендарного куска титанита. Титанит внедряется в оружие и усиливает его. Он, кстати, походу выпал благодаря тому, что у меня сейчас уже человечности побольше. Бадум-бадум! Ура! Ненавижу это место, боюсь я его. Итак. Жертвенное кольцо. Таинственное кольцо, созданное с помощью ритуала жертвоприношения Велки, богини греха. Его владелец ничего не потеряет после смерти, но само кольцо сломается. Так, а ты чувак же отсюда сбежал. Ну да, да. Ещё одна душа пропавшего покойника. Тупая крыса. Опа! Из крыс человечности хорошо вываливаются. Ещё раз повторюсь, для тех, кто в танке, я должен иметь при себе 10 человечностей, чтобы у меня повышался шанс дропа. Вот. Иди сюда, парень. Потанцуем. Блин. Ну давайте забэкстеблю, что ли. У тебя забэкстеблю. А если вторгнуться, значит будем сражаться и всё. Большая душа пропавшего мертвеца, господи. Большая душа потерянной нежити, которая давно стала полой, позволяет получить души. Душа это источник жизни, и нежити даже полые продолжают искать их. Кстати, я всем напоминаю о том, что у нас на канале действует интерактив. Об интерактиве можно узнать более подробно внизу в разделе донат. Интерактив. Это одна из моих самых гениальных идей. Так, ну ладно. Вылазь по воюям. Стоп, стоп. Иди сюда. Ох, ёпрст, чё это ты? Шой, ты не срепостился, засранец. В принципе, они так и так ваншотятся, поэтому... Поэтому будем делать вот так. Пошёл. Пошёл. Иди сюда. Интересно, за него также 20 дадут или больше? 24. Блин. Главное, звук был, анимация была, а репост не прошёл. Мусор. Бесполезный хлам. Какой нормальный человек будет таскать его с собой? Возможно, вам нужна помощь. Троллинг от Хидатакими и Адзаки. Так, очередной Чхэлловичность. Используем его. Кстати, походу Хромакия работает, только мне пока крепить его не на что. Надо будет подумать, как его соорудить. У меня камера теперь под очень удобным углом. Теперь вот здесь вот можно Хромакей ставить. А ведь некоторые старые подписчики помнят, что у меня когда-то был Хромакей на трансляциях. Красная Виверна. Красная Виверна, я найду тебя, и тебе будет больно. Я тебя уверяю. Так, пойду-ка я сюда. Пойду-ка я сюда. Убью тебя я... Опа! Давай. Покажи все, на что ты способен. Кстати, Артем, где там кнопка показывать оверлей? А то я ее не нашел. В настройках игры. Заходишь там, где у тебя игра. И там внизу есть галочка. Захватывать оверлей. Только он у меня почему-то все равно не захватывается. И не знаю почему. Давайте мы его столкнем. Опа. 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 В ОБС-студио, там где у тебя игра, там где именно захват игры, правой кнопкой, свойства. И там внизу есть захват оверлея. Только я... Видишь, мне не работает. Почему-то. Хотя я галочку поставил. Так. Щит у нас появился новенький. Деревянный щит. Типа оружия щит, тип атаки удар. Вытянутый деревянный щит. Украшен изображением белого дракона. Деревянные щиты легче металлических, но хуже защищают от физического урона. И не такие прочные. Возьмем его. Может быть, это только с Дарк Соулсом так работает, потому что вроде как Дарк Соулс, он... Он типа окно. Он типа окно, которое... Которое, как бы... На весь экран. Короче, очень странное. Доброе пополнение. Добро пожаловать в семью. Торетто. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Так. Я думаю, так будет быстрее. Так. Убери. У этого торговца я куплю только стрелы. И все. Больше ничего. Добро пожаловать в семью. Потом убьем его. Ну что ж, похоже, ты понимаешь, что к чему верно. Значит, я с радостью продам тебе свои товары. Я торгую за души. Все на продажу. В последнее время здесь стало неспокойно. Под нами поселился ужасный козлоногий демон, а наверху живут исполинский дракон и демон бык. Если ты здесь останешься, это место может стать твоей могилой. Демон тур. А? Я здесь не для болтовни. Мы говорим о деле или не говорим вовсе. Все повторяется. Так. Мне нужно у тебя купить стрелы. Хватит ли мне их на сотенку? Шестьдесят. По факту мне нужны стрелы только для того, чтобы... Так. Обычная или деревянная? Я возьму деревянные, потому что стрелы мне по факту нужны только для выманивания. И... Ну и чтобы сейчас срубить хвост виверни, но... У меня есть и обычные стрелы. Их тридцать штук у меня. А потом мы еще найдем длинноперые стрелы. Так что все окей. Ну вот. Деревянные стрелы. Типа оружие стрела, типа атаки выпад. Почему выпад, я не знаю. Обычная стрела. Эти стрелы не летят далеко и не наносят ощутимого урона. Но благодаря низкой стоимости они незаменимы, когда количество важнее качества. Спасибо большое. А теперь попрощаемся, парень. Ты что, из ума вышел? Выжил. Я тебя проучу, грязная крыса! Юлия! Юлия! Да что же, маленькая Юлия. Так, мы с вами получили оранжевый путевой мелок. Предмет для сетевой игры написать, прочитать и ценить сообщения. Сообщения передаются в другие миры, где их оценивают. Также вы можете оценивать принятые сообщения. В лордерне течение времени искривлено, и сообщения позволяют нежити помогать или мешать друг другу. Юлия, это было его корыто. Так, используем опять же человечность. Из него выпал ключ от жилища. Ключ от жилища. Ключ от дома в городе нежити. Простые и надежные замки защищают дома в городе нежити от непрошенных гостей. Ключи к ним не отличаются разнообразием, так что этот откроет несколько домов. Я не буду читать, как у Тиготана, я не знаю, кому в голову пришло так перевести. Катана, выкованная на востоке, позволяет наносить стремительные удары. Острое лезвие у Чиготана вызывает сильное кровотечение, но на ее лезвии быстро появляются зазубрины. Вот. Мы можем его сейчас взять. Вроде. Да, да. Характеристики мне позволяют. Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в Суни. Альфа-С-Дабл-Ю, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Что-то сместился у меня... Почему-то... Сместилось уведомление вниз. Забавно. Такс, метательный нож. Метательный нож используется как оружие. Ножи можно метать на ограниченное расстояние. По точности они сравнимы со стрелами, но позволяют легко и быстро атаковать. Нежить, которая не может атаковать с дистанции, постарается сберечь несколько ножей. Во, во, видите свет? В прошлый раз у меня здесь был глюк. У меня почему-то это место было темное. Чупа-Чепс, спасибо за хост. Такс. Легкий арбалет. Тип оружия арбалет. Тип атаки нет. Обычный арбалет, который используют солдаты. Луки занимают обе руки. Арбалет лишь одну, но перезарядка занимает много времени. Необходимы болты. Для перезарядки болтов нажмите левый или правый триггер. И обычный болт. Типа оружие снаряд для арбалета, типа атаки выпад. Обычный болт обычно используется с легким арбалетом. Зарядите эти снаряды, чтобы выстрелить из арбалета. За все время игры ни разу не пользовался арбалетом. Меня и лук устраивал. Из лука целиться удобнее. Так, ну, в принципе, все. С этой локацией мы закончили. Пошли качаться. А теперь пошли вперед. Он там еще один снизу решил к нам прийти. Блин. Давай, давай, я хочу тебя спарировать. Блин, да что ты, а? Видать, окно парирования хуже, чем у предыдущего щита. Еще один осколок титанита. Вот для чего мне нужна человечность. У меня теперь, видите, титанит стал лучше выпадать. Блин. Это был удар в прыжке, я не ожидал. Черт. Тебя дери. Блин, хочу его срепостить, не получается. Срепостить. Это привычка теперь после Бладборна у меня. Ну-ка, давайте попробуем этого. Не, походу, что-то с этим щитом тяжеловато. Ну-ка, еще раз. Да что ты, а? Поздно нажал. О! Да не, в принципе, это я просто поздно нажимал. Вот, нормалек. Черная огненная бомба. Черный сосуд, наполненный порохом. Взрывается, нанося урон огнем. Мощное оружие дальнего боя. Незаменимый для нанесения урона огнем. Очень полезно на низких уровнях. Афроамериканские огненные бомбы очень разрушительны. Сюда подошли. Ты че, таргет, мать твою, делаешь? Ой, таргет. Блин. Так, парень, ты это дело брось. Че, кто-то в Торксе, что ли? Нокс. Походу, сейчас будет первая смерть, ребят. Хе-хе-хе-хе-хе. О, Гондурас, а. Еще один ушлепок, который не в курсе про этикетку. Не попал же, а. Кажется, этот чувак и ко мне вторгался в свое время. Ну, это добавит определенного разнообразия в наше прохождение. А вот, никогда не делайте, как вот этот ублюдок. В Торксе к человеку, поклонись. Дождись ответа, и тогда сражайся. А так делают только эти. Так только петухи делают, ребят. Кстати, да, не удивлюсь, если этот чувак с читами играл. Я тут сам недавно побаловался с тренером. Никому, правда, не вторгался, но... Это, конечно, забавно, то, что есть тренеры, которые... Вполне себе позволяют быть бессмертным в этой игре. Подожди. Ой, мать. Дебильная камера. Так. 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 Мое. Все мои человечности на месте. Так что, в принципе, ничего страшного. То, что он сделал, тут ничего страшного не было. Единственное, что я сейчас в облике полого... Ну, это не беда. Вообще не беда. Здесь, по крайней мере, это не жизненно необходимо, чтобы я был в человеческом облике. Это я так, чисто для себя, так, для галочки. Еще одна огненная бомба. Еще одна огненная бомба. Я не понял, куда тот чувак улетел. Ну, да ладно. Такс. Золотая смола. Золотая смола, золотая. Золотая смола. Редкая сосновая смола излучает золотые искры, заряжает оружие молниями. Благодаря этому оно становится эффективным против целей, невосприимчивых к магии и огню. Например, дракону. Виктор Ланской, привет. Смотри, мой меч. Твой труп. Че встал тут на проходе? Сюдышки иди. Да ёппараса ты. Как ты жив-то остался, япона, мать. Смысл в эту игру с читами играть? Если слишком сложно, не играясь, масса игр полегче. Ну, вообще, да, я согласен абсолютно, потому что эта игра не про читы вообще. Это сразу весь интерес пропадает. Сюда подошел. Чтоб как не получился бэкстеп у меня. Так-с. Па-па-па-пам, па-па-пам. Так-с. Вот так сейчас сделаем. Приманим рыцаря внизу. Старый добрый ламповый дарк. Я смогу смотреть его вечно. А я могу играть вечно. Сейчас кто-то из зрителей. Артём, зачем? Когда новые игры будут на канале? Почему до сих пор Dark Souls? Потому что хочу. И могу. Какой-то маниакальный сейчас был. Ну, давай иди сюда, повоюем. Ну, что ты мне скажешь, афроамериканский рыцарь? Ты чё, ты чё? Ты чё, очкуешь со мной драться, да? Вот тебе в спину. Прилетела? От моего чагатана-то, а? А? Когда-то такие рыцари вызывали страх и боль. Сейчас же это так. Щит выбили. Магистекс, привет! Такс, мы получили обломок титанита. Глыбы титанита для выселения оружия встречаются только в Лордерне. Усиливает стандартное оружие до плюс 14. А оружие молний и кристальное оружие до плюс 4. После обнаружения глыб в Лордерне началась погоня за легендарным куском титанита. Может быть, это всего лишь миф? Конечно, хотелось бы, чтобы меч выпал, потому что меч он более подходящий, но ничего. У нас ещё впереди будет несколько рыцарей, возможно, мы выбьем из них то, что нам надо. Щит чёрного рыцаря. Тип оружия щит, тип атаки удар. Щит чёрных рыцарей, которые бродят по Лордерну. На нём изображён стремительный поток. Много лет назад чёрные рыцари столкнулись с демонами хаоса. Их доспехи обуглились до чёрна, но щиты стали эффективно защищать от огня. Могу использовать? Да, могу. Отлично. Вот это уже, вот это уже разговор. Вот это уже наш разговор. Кольцо с синим камнем. Редкий самоцвет, названный слёзным камнем, реагирует на приближение смерти. Этот синий слёзный камень из Катарина усиливает защиту владельца, когда тот в опасности. Ну вот, будет дополнительно нас защищать. Отмычки у меня нет, так что открывать ту дверь сейчас бессмысленно. И так, у нас выпал мерцающий титанит две штучки. Этот титанит для усиления оружия насыщен невероятно мощной энергией. Усиливает оружие, которое обычно нельзя усилить до плюс пять. После того, как этот титанит был отколот от куска, он зарядился особой энергией. Однако природа этого обломка неизвестна. Всё, ребят, мы добрались до... До страшного... До ночного кошмара лариения. Демон-телец. Щит тяжёлый. Пувыркаться стало проблемнее. Так, у нас ещё один арбалет выпал. Так, ну, теперь погнали. У нас босяра. Нет, я не троллю. Ты же сама говорил, что его не можешь пройти. У Даядрова, например, ночной кошмар. Это синий демон из плавильни, из второго дарка. И два тигра. У тебя пока что демон-телец. Позже, я думаю, будут другие ночные кошмары. Вот дерьмо. Он отпрыгнул, засранец. Он чё там застрял, что ли? Ну. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Убегаем, 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 убегаем. Ой, сейчас, наверное, заденет меня. Не задел, отлично. Как безумный, старый деск? Я спихнулся. Почему? Потому что они будут стрелять. Хе-хе-хе. Так. Молодец. Всё правильно делаешь, демонюга. Меня прикалывает, что в будущем это будет вполне себе рядовой враг. в изолите. Уи-и-и! Ещё один разок сделаем, и всё. Вот дерьмо, я застрял между ног у него Как бы это странно не звучало Интересно, из него сейчас выпадет его оружие? Идея должна А вот и не заденешь Победа Эх Молот не выпал, ну ладно Ну что ж, в принципе второй босс побежден Жалко, конечно, что из него не выпал его молот, было бы хорошо, ну ладно В первом дарке, но у меня не совсем кошмарно, попобольные Уорни и Смоук, если в одиночку, ну и Манус Остальные, ну и есть хардовые, но я их в одиночку вполне могу вынести Я не люблю в первой части Ниту, потому что он может спамить одной и той же атакой в любой точке карты Большая душа Большого мертвеца Так, ну вот, завалили Здравствуй, Солер О, здравствуй По тебе сразу видно, что ты не из полых Я Солера Засторы, поборник Повелителя Света Став нежитью, я отправился в эти славные края, на родину Повелителя Гвина, чтобы отыскать свое собственное солнце Тебе кажется это странным? Что ж, так оно и должно быть Нет нужды скрывать свою реакцию Я уже привык Что на меня так смотрит? Душевный был мертвец Ага Значит, я тебя не напугал? Если у тебя есть свободная минутка, выслушай мое предложение Да По моему разумению, наши судьбы переплетены Может ли это быть простым совпадением в землях, где кишат полые? Ну как, что скажешь? Поможем друг другу в этом нелегком странстве? Да Я очень рад Что ж, тогда возьми вот это Мы в загадочных краях среди странных тварей Само время здесь течет по спирали, а герои из древних веков-то появляются, то исчезают Ткань бытия истончилась Реальность ненадежная и туманная Кто знает, сколько еще продлится единство твоего мира и моего Но мы можем использовать это, чтобы призывать друг друга в виде духов Пересекая разрывы между мирами И помогать друг другу Конечно же, так поступаем не мы одни Но я воин солнца Мой знак призыва легко найти по его сверкающей ауре Не заметить его может лишь слепой О, здравствуй Я буду здесь любоваться солнцем Солнце, величественное светило Словно наш древний отец Хотел... как бы я хотел быть столь же безупречно ярким Все, солер повторяется Мелок для белого знака Предмет для сетевой игры оставляет знак призыва С помощью этого знака вас можно призывать в другой мир в обличии фантома Победите босса территории и получите человечность Полы и лишены возможности призывать В лордерне течение времени искривлено И мелок для белого знака позволяет нежити помогать друг другу Встаем, встаем, встаем Шорткатно Шорткатно Такс, и душу Ловкость больше не качаем Забыл одну хрень сделать Так, ну вот Сейчас займемся виверной Если кому интересно Вот тут очень хорошее место для фарма душ Такс, нет, я во вторую руку возьму Первое оружие из хвоста Да, кстати Блин Че ты, а? Я видел такое, что да, иногда виверна может свалиться сквозь Блин Прошло же насквозь, ты че Может свалиться с этого моста Есть такая хрень Да что такое В прошлый раз ни одной стрелы не пропустил Да пипец, мать твою Так А ну-ка, ты это дело бросай Во Есть такое Виверна может упасть Правда у меня такого еще ни разу не было Но я буду рад, если она сделает это сейчас Вот так попали мы все Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам Как? Ну как? Можно? Япона, мать Надо, значит, правее Ну ладно, стрелы обычные Так что, в принципе, я и хотя бы один раз попадаю Так что все окей Вот как-то вот сюда, получается, надо целиться сейчас Ого, попал Блин, твою мать Че, ты издеваешься, что ли, надо мной? Ты че делаешь? У меня как-то телец свалился с моста Причем на стриме это было Да, было бы круто Это один из самых неожиданных и веселых моментов Да-да-да Отлично Я получил, че хотел Меч дракона Типа оружия прямой меч Типа таки обычный Этот меч из числа редкого драконьего оружия Изготовлен из хвоста дракона Небольшие драконы считаются Недоразвитым видом старших братьев Которые, скорее всего, являются их дальними родственниками Чтобы выпустить мистическую силу меча Его нужно держать обеими руками Меч на Итана Дрейка Ага Ну все Начинаем убийство самой Виверны За нее дается 10 тысяч На тандраке Хе-хе-хе Играем, кстати, уже почти полтора часа И давайте снова поговорим о морали Мы избиваем Виверну ее же собственным хвостом Как вы считаете? Это вообще хорошее деяние? Или это как-то неверно, неправильно? Как-то нельзя так поступать, мол И вообще убийство Красной Виверны Это подло, потому что она занесена в Красную книгу Боже, че я несу Наверное Сумку Так Улетай А, стрелы кончились Прекрасно это, как нечего сидеть на мосту и сжигать доблестную нежить Кстати, че мне нравится в ББС Студио О, да-да-да-да-да, давай сюда Давай сюда Вот урод, а Ушлепок Нет, посмотри, а Уродица О, господи Что ж ты не сгорел-то, а Вот, запомните Вот еще один ублюдок Я охренею от того, сколько школьников начало играть в Dark Souls Вот школьника очень легко определить вот по такому поведению Я про то и говорю Без чести провел бой Ну ладно, начнем заново Почему бы и нет Вы знаете, что интересно Я вот сейчас вспоминаю Когда я проходил Bloodborne Ни разу за всю игру А я, вы знаете, Bloodborne проходил неоднократно Ни разу Ни разу не было такого, чтобы Бой начинался не по этикету Не знаю, почему так, но в Bloodborne Ни разу не было нечестного боя Всегда, если кто-то вторгался, то Всегда обязательно был поклон Всегда начинался бой Всегда был поклон после боя А вот в третьем Dark Souls я очень редко На моей памяти только два раза ко мне вторгались И соблюли этикет А вторгались ко мне в третьем Dark'е часто Бладборн игра на консольке В консольке шкалота почти не играет В Dark Souls 3 у меня на консоли Тем не менее По количеству несоблюденных правил И при этом по количеству вторжений Она бьет все рекорды Консоль, дорогое удовольствие Хотя как подешевеет, вероятно и Bloodborne такое начнется Консоль! Консоль! Вспомнилось Это у Суиндука такое было Консоль! GTA for USA Он там сам, я помню, пока записывал Ржал как ненормальный Над этой консолью Это мне с первой попытки вообще записал Такс У меня тут, кстати, на втором экране санбро Так что все, вообще круто Санбро на моей стороне Па-па-па-па-пам-па-рам-па-рам-пам-пам tú Так и знал, что сейчас это произойдет О, стрела попала Я влог, кстати, про свое рабочее место запишу в понедельник уже Я что-то забыл, что сейчас выходные Буду делать уже, когда один дома, например, буду Это меня смущает с телефоном шляться по комнате, и когда в соседней комнате кто-то будет сидеть Так, ну половину хп мы ей снесли Да лети ты уже отсюда Блин, жалко, что всякие Тринус, Виара и так далее Они, блин, платные все Зараза Я бы, честно говоря, с удовольствием бы поиграл в Дарк Соус В Виар очках Это было бы, я думаю, очень круто Проснулась в девять, и уже часть дня Черт, день летит А у меня, ну, близится к одиннадцати утра Познай силу, бобра Бобер с драконом Совладает Кстати, вот это единственный мини-босс в игре Который может завалить вообще Игрока с любой вообще Прокачкой, атакой огнем сверху А у меня еще десять И я еще сплю почти У кого какие часовые пояса Кстати, да, у кого какие часовые пояса Напишите-ка в чате А те, кто на ютубе, можете в комментариях написать Эээ, Лорения, ты уверена, что у тебя Москва? Такого быть не может А, блин, вы отм... Фу, я понял, я понял, что вы имеете в виду Я понял Я подумал, это, типа, плюс четыре Это вот то, что в Самаре Это вы от Москвы сейчас отсчитали, я понял Два или... Две или три попытки еще Два или три в удары, и она помрет Зараза Ну да, UTC плюс четыре Я это имел в виду Я вначале подумал, что вы именно вот так написали Улетай, зараза Я вот тут сейчас опять смотрю викингов Немного охреневаю от того, насколько там... О, все, один удар даже Я немного охреневаю от того, насколько у них постоянно менялись взаимоотношения друг с другом То они лучшие друзья, то они убивают друг друга и вырезают всемирное население Мне это все дело повеселило Так, что-то выпало, что ли, мне показалось Показалось Так, клеймор Так, клеймор, где он? Клеймор, типа оружия, типа оружия, большой меч, типа атаки, обычный выпад Этот большой меч держат обеими руками, так как он очень тяжелый Им удобно размахивать и совершать выпады Душа безымянного солдата Душа неизвестного солдата нежити, который давно стал полом Позволяет получить души Эмоциональные мужики они Итак, мы добрались с вами до уезда нежити Сейчас я тут всех подчикаю до конца Чтоб совсем было до конца Да че ты не умираешь-то, а? Короче, вот это алтарь света Для того, чтобы... Где алтарь Нина, я не знаю Но вот алтарь света здесь Так вот, значит, чтобы... Это вступление в Ковенант Солнца Здесь потом еще Сан Бру будет сидеть после Анор Лонда И, короче, чтобы в него попасть Нужна либо Вера 25 Либо нужно помочь людям с боссами Используя белый мелок Что я и буду делать на каждом побежденном ное боссе То есть я победил босса Оставляю после этого знак Чтобы меня призвали на помощь О! И где-то после Квилек Или неутомимого воина Я как раз могу вступить в этот Ковенант Ковенант специфический Потому что... Но заодно получим как раз за него трофей Так, разжечь костер И давайте качаться Вот так вот Открываем ворота И сейчас мы будем с вами защищать мост Потому что мне нужен рыцарь Блин Блин, какой там босс после Гаргули А то я призвал Бабочка Я к бабочке пойду Вы сейчас спрошите Спросите Какого хрена я сейчас делаю Я хочу зачистить вот это место В сериале мне показалось Что Рагнар испытывает какие-то душевные метания И поиск себя своего рода Да, что-то такое есть Хотя бы даже его интерес К другой религии Он местами себя Вот главное Местами он себя ведет Вот прям просто реально Как все остальные А иногда вообще нифига Как остальные А еще я вспоминаю, что это лотар из Варкрафта И становится весело Спасибо, что вышел О, шлем полого солдафона Такс Да, и этот интерес тоже об этом говорит Шлем полых солдат Может он старый и помятый Но железо еще крепкое Было бы разумно защитить голову от стрел И другого физического урона С помощью прочного шлема Че я делаю Теперь я совсем медленный парень Че ты дел... Как? Блин, а я думал, откуда имя Рагнар знакомое Жил да был Рагнар Рыжий героем он слыл Как-то раз ненадолго В Айтран он прибыл Он куражился Пышился бряцом Мечом Покваляясь, что Враг ему че-то там ни почем Я забыл, как это Че там в этой песне было Иди сюда Так Че-то знаете Ну его нафиг Больно Больно жестенько Так А вот теперь Самое страшное начинается Камера, ты че делаешь? Ты лох Я твою мамку в кино водил Сильвер Ой, ебона мать А-а-а-а Твою мать Так Чёртовой мать Так Слушай, ты че Какой тормоз Алё? Я не вижу Я не вижу ни хрена Че ты че Ты че меня троллишь? А не я Давай, давай, давай Мать твою Мать твою Ну давай Иди сюда быстрей Коровьевыми Так Так Ох, ёпрст Чёрт Спиной ты зачем встал? Ой, че это за Майкл Джексон сейчас был Ты Майкл Джексон Тихо-тихо-тихо-тихо Так, ему один удар осталось нанести Один хп-кин Да че такое? Че мне так везет-то? Ещё один обломок титанита Блин, большой меч не выпал Это печаль Это печальная печаль Так, ладно Кабан Че-то я сейчас вообще без волнения воевал с этим миником Ну, с Чёрным Рыцарем я имею в виду Уж Как-то я не знаю Уже спокойно к нему, видимо, отношусь После третьего Дарк Соулса Он же там тоже был Так, кабанчик готов Опа, кабани шлем выпал Круто Иди сюда Так, с кабаней шлем Вес у него, конечно, ещё больше, чем у предыдущего шлема Голова клыкастого кабана полностью покрытого бронёй Убивший его взял голову в качестве доказательства победы В своё время боги поступили также с головой древнего дракона Как ни странно, может обеспечить приличную защиту Они только сейчас ворота закрыли Чё-то больно долго Так Красивый череп Череп с медленно умирающими душами Разбейте его, чтобы души вылетели и привлекли некоторых врагов Душа — это источник жизни Её сила приманивает пол Их действует не на всех врагов Сейчас 11 часов Ты меня по что бьёшь? Так, ну чё, в очередь давайте Итак, таинственный ключ мы с вами подобрали. Назначение этого ключа неизвестно. Видимо, это ключ от обычной тюремной камеры. Будем потом лотерка выпускать. При помощи этого ключа. Ту-ту-ту-тутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутут Блин, жалко, что оружие черных рикферей до сих пор не выпадает Если уж алибарда не выпадет, то будет обидно Хотелось бы, чтобы алибарда все-таки выпала Ну, еще мечи мы можем попробовать выбить в северном прибежище нежити Так, балдорские поножи Поножи рыцарей древнего королевства Балдор, сделанные из толстых железных пластин Балдор был родиной короля рыцаря Рандала Оно было превращено в руины во время повсеместного нашествия нежити Да, ядр, привет! Так, рыцарский щит Среднеметаллический щит с красивой резьбой и узорами Хотя считается, что он использовался древними благородными рыцарями Он обеспечивает почти такую же защиту, как и другие щиты Я, знаете, что думаю? Больно вот этот щит тяжеловат С другой стороны, у него защита лучше Я, наверное, буду все-таки ходить с рыцарским щитом сейчас Ну-ка А, не, примерно такой же по весу Щит черного рыцаря Чуть-чуть даже Опа, я даже, по-моему, кувырок сделал лучше, чем с тем щитом Что странно Ну ладно Ты лох Ой, какой обидчивый-то, а Я же говорил, лошары Так, у нас еще один осколок титанита появился Круто Круто Только вот я не знаю, куда я это буду все использовать Пока что Ключ от подвала открывает узкий проход под великим мостом в городе Нежити Нижний город Нежити очень опасное место Не показывайте спину коварным ворам или диким собакам, которые служат демону Капри Алибарда Это позволяет наносить два вида ударов Выпады как копьем и широкие взмахи Однако любое неверное движение ставит воина под удар Я боялся, что второй сразу прибежит С двумя сражаться не вариант Так, с него ничего не выпало Че, драться будешь со мной? Так, по-моему, там сбоку Нет Прям в жбан попал В шишак Как у нас было в Диабле Иди сюда Познай силу моего меча Вот так вот Теперь с тобой побоевим Не люблю вот этих чуваков с баклярами Они парировать умеют Ой Это мне сейчас повезло Вот сейчас меня могли спарировать Блин Поторопился Что ты Так-с Погнали пообщаемся с тобой Еще один осколок титанита Так, пошли чинить лифт Душа хранительница огня Душа давно потерянной хранительницы огня Каждая хранительница огня Олицетворяет свой костер Хранит человечность, которую ей преподносят в дар Нескончаемая человечность Подтачивает ее душу и может усиливать фляги с эстусом Можно использовать для получения человечности и восстановления здоровья Душа хранительницы огня будет потрачена на пополнение фляги с эстусом Ну вот, теперь подъемник работает Так, все, теперь у нас фляга с эстусом Плюс один Кстати, ребят, скажите мне, пожалуйста Сколько там зрителей сейчас сидит Мне просто интересно стало Потому что я-то не вижу Я-то не вижу счетчика Надо посмотреть, может, есть какой-нибудь плагин Чтобы у меня счетчик в чате отдельно показывался Или типа того А то ни хрена не понятно Понятно Вот, вот, вот я не понимаю вот этого прикола Как они здесь возрождаются? Почему? Я же у костра ведь не сидел Да блин, что ты? Да задолбал ты умри уже наконец Вот реально, почему они возрождаются здесь? Что это за странный глюк? Есть рестрим-чат, в нем показывается счетчик зрителей Но у меня возникали некоторые проблемки с этой программой Ага, ну надо будет глянуть Что это такое Так Сейчас делаем следующее С Андре пока не говорим Я пойду титанитового демона грохну Девушки отдыхают 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 Что-то в последнее время Много выжигателей появилось Блин Да твою-то мать Дайте обойти Не знаю Мне первая часть уже сложная не кажется Но это уже спустя Сколько времени-то прошло Сколько я уже в нее играю Дай пройти Блин он задолбал Вот у этого квадратика Останавливаться Я думал что он прыгнет 2000 плюс демонический титанит Особый титанит Украденный у безликого каменного чудища Названного титанитовым демоном После исчезновения неизвестного Божественного кузнеца Некоторые куски титанита превратились в чудищ Они сохранили силу титанита И до сих пор бродят по лордерну Ты должно быть здесь недавно Я Андре из Асторы Если тебе нужен кузнец Обращайся ко мне А инспектор Кэт Привет Так выучит жест Ура Большинство оружия и брони Очень прочны Но у любого металла Есть слабое место Если увидишь что прочность Снижается Время чиниться Можно попросить кузнеца Вроде меня Или использовать точильный камень За что я люблю оружие Оно никогда не предаст тебе Так что стоит относиться К нему с уважением Есть два типа работы с оружием Усиление и улучшение Усиление это просто Оружие становится прочнее И ничего более Элементарная задача для кузнеца А имея ящик кузнеца С этим вообще любой справится А вот улучшение это искусство Оно меняет свойства оружия Это работа для нас кузнецов Ящик кузнеца тут не поможет Советую начать с усиления А когда это надоест Можешь попробовать Заняться улучшением Как видишь эти края Заполонили безумные Злобные твари Без моих услуг Ты можешь и ближайшую ночь Не пережить С доспехами Все то же самое Что и с оружием Доспехи Ковать даже проще Чем оружие С чего начинать С оружия Или доспехов Ну Это уже решать тебе Но только постарайся Не попасть В ряды полых А для этого Все что ты делаешь Делай как следует Все он повторяется Так Жест мы выучили Я хочу у него Купить Ящики Вот так вот А он оказывается Стрелы продавает Я что-то забыл об этом Ну ладно Стрелы мне пока Не нужны особо Так Ну и какая разница У кого чинится Не дайся Себя прикончить Никто не хочет Чтобы ты стал полом Так И начнем Квест Сигмайра Знаете Че я думаю Все таки Наверное Там где Это самое Господи Короче Мне кажется В третьем Дарк Соулсе Там где Вторгаются Фантомы Там где ПВП зоны Я уверен Что там Разваленные Крепости Сена Место Прям вот Идентичное Как раз Спускалось В сторону Садов Ой Прости меня Я глубоко задумался Меня зовут Сигмайр Из Катарины Признаться честно Я наткнулся На препятствие Точнее Вороты Они даже Не думают Открываться Сколько Я не ждал А я ждал Долго Так я и сижу Обдумываю Так сказать Варианты Все еще Закрыто Все еще Закрыто Все повторяется Вот Несмотря на Его броню На самом деле Он нифига Не толстый Не ешь Подумай Так Это во первых И я думаю Можно сразу Вас сжечь Нам это потом Пригодится В будущем Не толстый Но броня Широкая Ну вот Ну все Погнали Это луковик Снеговик Из лука Спасибо за субтитры Так, отлично Блин Пожалуйста, трезубец, выпади сейчас Выпади трезубец, чтоб я не мучился потом Диминуэнди Не знаю, что я сейчас сказал Наверное, это какое-то заклинание из Гарри Поттера Диминуэнди Это что такое? Сторбен, привет Трезубец, трезубец, трезубец Нееет Так, я пойду спущусь вниз и проверю За все время, что я играл в Соул Столько персонажей создавал У этого волшебника у меня всего один раз Трезубец выпал Может быть, на нем лежит что-нибудь? Нет, он дохлый Пошли дальше Ладно, пошли тогда к боссам Кто-то вторгнуться, что ли, пытается? Да что ты, а Застрявун, проклятый Завален Я играю на ПК В торгся кто-то Боб Дестеллион Я с ним буду, здесь с ним было Бывает так, чтобы в БС Потери кадров за несколько часов стрима не было У меня сейчас ни одного Ни одной потери кадров нет Но Боже, еще один безэтикетный Третье вторжение за стрим Третий игрок безэтикета Ну че Че за нахрен, а? Где таких рожают? Просто пипец Мне соляры надо здесь призвать Мне медалька нужна Так, надо забрать Мои человечности И мои души Да и с Лотарком надо поговорить Че ты делаешь? Вон там мои души валяются Э! Я аж коварнулся Да что ты, мать твою? Вот так вот Ладно, хотя бы по одному вторгаются Они как в третьем Дарк Соулсе Целой толпой Трипл килл Нам сейчас придется обратно к костру бежать Ну да ладно Ничего страшного не случилось У меня постоянно 1-2% кадров теряются из-за вай-фая Думаю Возможно, возможно Но у меня вот пропуск кадров ноль Вообще, стрим идет уже два часа Что? Ты все еще человек? Тогда мне повезло Помоги мне, пожалуйста Как видишь, без посторонней помощи мне не выбраться Спасибо тебе огромное Я рыцарь Лотрак из Карима Я очень тебе благодарен и обязательно заплачу Но позже Да, к сожалению, платы придется подождать Меня только что освободили Дай мне немного времени Я свободен А теперь снова за дело Голос как у клоуна Красти из Симпсонов Вот, все Я, если что, готов к призыву Поставлю, наверное, знак рядом с Солером Уж очень хочется Мне уж хочется мне больно медальку И минус Квери Давай тогда прям рядом с Солером оставь знак Я пока все равно сбегаю к костру Мне надо восстановить человечность Ой, я забыл Я пропустил одно местечко Подождите, я сейчас вернусь Я профукал одно место Не надо так, как говорится Тут один трупешник валяется Надо его Обобрать Да, вот у нас одна человечность Появилась дополнительная Сегель, ты что ли, костер зажег? Можно было, конечно, косточку использовать Но Как раз время Для того, чтобы Сегель прибежал Такс Так, уровень повысить не могу Ну и ладно Обратите по снашению Все, погнали Знак поставил Хорошо Теперь до него надо добежать Сколько знаков, однако А, ну да Количество человечностей же влияет На количество знаков Точно Я что-то забыл про эту особенность Бесплатная морожка Из меча дракона Есть каша из топора Есть бесплатная морожка Из меча дракона Прикиньте, сейчас из них Трезубец выпадет Было бы забавно Сломанный прямой меч Ну, это, кстати Вот из чего потом Меч Арториеса Можно будет сделать Так Солер Блин В первую очередь Сейчас Солер придет Сигель, что ли Так Тут их два знака Сейчас проверим Так Вызван фантом Рыцарь Солер Так Сейчас у нас У горгулей будет ХП в три раза больше Это хорошо Так Сигельвей А я тем временем гляну Большая душа безымянного солдата Душа неизвестного солдата Нежити, который давно стал полом Позволяет получить много душ И Что-то тут еще у меня было Кстати, я не прочитал описание Ящиков Прочитаю потом Вот так вот Сейчас будем на пару с модератором валить Гаргулей Так Мне нужно отрубить хвост Если мне память не изменяет То вроде бы хвост Гаргулей не обязателен Для платины Что-то такое у меня в голове Что-то я такое помню Но На всякий случай Я его отрежу Даэдра, давай, заходи А, не, подожди Тут только трое могут идти Тут пишу Даже знак пропал Короче, поехали Только втроем можно идти Ну че Поехали Мне даже интереснее будет поиграть Когда хп у боссов будет побольше А то че-то я не знаю Их выношу Как нифиг делать Какой у меня офигенный бальзам для волос Просто офигенный Запах Запах клевый Но после этого босс батла Солера уже не будет Нужно призывать Я там сам знак свой оставлю Я один разок пройду этот бой Так О, отлично Так, блин Ее Хвост-топор Так Черт Тихо Тихо-тихо У меня вон та огненная горгулья Забодала Ничема не читера У них теперь хп в три раза больше Смотрите как сигель в естественной среде Это бьет горгулью Хе-хе-хе-хе И шлем выпал Фууу Фуууууу Вот И медаль света получили Отлично То, что я хотел Так Двойная человечность Сигель, спасибо за помощь Крокотный черный призрак встречается у трупов содержит необычную двойную человечность. Позволяет получить две человечности и восстановить много здоровья. Так, большую душу сейчас используем. Я хочу купить... Если б я один был, так я бы еще быстрее бы их вынес, на самом деле. У меня был бы урон сильнее. Медаль света. Едва теплая медаль, на которой выгравирован символ солнца. Честь и носить ее удостаивается тот, кто призвал воина света и достиг цели. Этот символ первенца повелителя Гвина, который потерял божественный статус и был стерт из аналов истории. Но старый бог войны до сих пор пристально следит за своими воинами. Так. Я забыл прочитать описание вот этих вещей. Ремонтный ящик. Специальная ступка для починки оружия и доспехов. Измельчает порошок для починки. Отдохните у костра, чтобы получить возможность починить оружие и доспехи. Порошок для починки оружия нельзя долго хранить, так как он портится. Оружейный ящик кузнеца. Инструмент для внедрения титанитов оружия для его усиления. Отдохните у костра, чтобы получить возможность усилить оружие. Доспешный ящик кузнеца. Инструмент для внедрения титанитов в доспехи для их усиления. Отдохните у костра, чтобы получить возможность усилить доспехи. Так. Нам выпал хвост-топор. Тип оружия топор, тип атаки обычный. Это отрубленный хвост одной из горгулей, которые охраняют колокол пробуждения в церкви нежити и патрулируют Анорлонда. Дантер, привет! Может использоваться как бронзовая секера, сильно гнется во время мощных атак, все-таки по своей природе это хвост. Так, мы получили с вами шлем горгулей. Шлем горгулей волшебных существ, которые охраняют колокол пробуждения на колокольне церкви нежити. Этот бронзовый шлем служил украшением, так как у горгулей от природы прочная чешуя. Он предоставляет крайне слабую защиту. И знаете что? Я смогу сразу кольцо ядовитого укуса купить. У меня хватает душ. У меня 15 тысяч сейчас, так что я смогу сразу купить это колечко, которое мне нехило пригодится в Блайттауне. Ухо рвется на свободу. Ухо рвется. А ну порвалось. Открытое достижение ударить в колокол. Нежить. Отлично. Итак, еще один трофей мы выбили с вами. Получается пятый же трофей уже по счету, да? Возжечь, эстус, ковенант. Добраться до лордерна и... Вот, да. И ударить в колокол. Это пятый трофей. Приветствую тебя. Меня зовут Освальд из Карима, продавец индульгенций. Ты мне друг. Тебя я от души приветствую. Желаешь ли ты исповедаться? Или же обвинить кого-то? Ибо все грехи в моей воле. Так, я хочу у тебя, во-первых, выучить жест и купить предмет. Мне нужны... Мне у тебя нужен этот самый. Кольцо ядовитого укуса. Одно из колец укуса, которое я заказал, Асер Астор из Карима. Несмотря на кошмарные слухи о его создании, это кольцо незаменимое для нейтрализации яда. Я всегда рад помочь. Грех заложен в человеческой природе. Вот. Голечко это пока надевать бессмысленно. Я его взял для Блайттауна и для глубин. Сейчас я свой знак оставлю перед горгулиями. Мне это нужно, чтобы у меня понизилось требование к вере. Чтобы можно было вступить в ковенант. В ковенант солнца. Так. Я поставлю знак вот здесь. Ну и, ребят, вот здесь вот уж извиняйте, кто зрители, кто смотрят на ютубе. Вы можете перемотать. Потому что здесь сейчас просто надо сидеть. Надо просто стоять и ждать. Ну, вообще, сегодня выходные дни. Вроде как людей я заметил было много. Так что я надеюсь, кто-нибудь да призовет меня на помощь. И, к жаль, у меня уже горгулии убиты. По-любому сейчас кто-нибудь да призовет, я думаю. Тем более, что знак прямо перед боссом. Игроков много. Игроки все разные. Кто-нибудь новичок, например, играет, не знает, как с этими горгулиями воевать. Я в первый раз, когда проходил Dark Souls, вообще на них подыхал постоянно. И вообще не понимал, что с ними делать. Это сейчас, уже спустя время, когда я уже к этой игре привык. Когда я ее уже знаю. Правда, я ее знаю не так хорошо, как Bloodborne, но все же. Всем, кто здоровался в ответ и вновь пришедшим тоже повторный привет. Мобильное приложение отвечать что-то совсем работать не хочет. Забавно. Ну, призабейте меня кто-нибудь. Так, смотри. Вообще забавно. Лария, нет, смотри. Там я знак могу оставить, в принципе, и перед демоном-тельцом. Если у тебя остался персонаж. Персонаж вроде как в Steam Cloud сохраняется. Если ты только не удаляла персонажа из меню. Так, смотри, я могу прийти туда на помощь и там завалить. Только тебе надо будет иметь облик человека. Я, честно говоря, удивлен, потому что никто не призывает. Учитывая, сколько там знаков было. А, ну понятно, из-за проблем с компом. Ну, понятно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, Эдра, у тебя же много персонажей. Неужели у тебя нет персонажа, которому нужна помощь? Я сейчас вспоминаю, сколько раз меня в третьем Dark Souls призывали. Это ж офигеть. Ну, в основном там призывали, как мне кажется, из-за Ковенанта. Берегись, огонь. Хм, а я думаю, а чё я быстрее кувыркаться стал? У меня же сила прокачалась. Я думаю, можно использовать какой-либо шлем. Хо-хо-хо-хо, нет. Это не вариант. Тоже не вариант. Ну, в названии стрима всё, я думаю, достаточно понятно написано. Это прохождение на платину, и мне нужно прокачивать Ковенант. Мне нужно получить трофей за Ковенант Солнца. То чувство, когда у меня всего один персонаж создан. Ты можешь сделать невероятно бешеную спидранерскую вещь, создать персонажа с отмычкой, открыть проход, пробежать через долину... Нет, это бессмысленно, нет. Хе-хе-хе. Ладно, короче, пофигу. Пускай знак здесь остаётся, я пока сбегаю отсюда. Может, кто по пути призовёт. А я дальше пойду. В этот раз эти гады не воскресли. Блин, может, здесь оставить знак? А то я чувствую, там половина игроков, может, даже не добирается. Призови меня, кто бы ты ни был. Давай, призывай меня. Ты же призовёшь меня. Ну, я вот оставил знак перед входом в церковь. Надеюсь, меня сейчас кто-нибудь призовёт. Может, вторгнуться к кому? Да ну нафиг. Ну давай, ну призови меня, кто бы ты ни был. Я же знаю, что здесь много сейчас игроков играет. Ну точно знаешь, что тут дохрена игроков сейчас. Почему никого нет? Давай, приди кто-нибудь. И меня призовёшь, а потом ты умрёшь, потому что ты нуб. Ля-ля-ля. Ну вы чё? Ну и новость нафиг. Как хотите, что называется. Огуречки не хотите? Не хотите? А мы же все-таки хотите. Так, ладно. Давайте починимся. И пойдём дальше к ядрине-фене. Не, мне прилетят авторские права на Боннихилла. Нафиг мне авторские права нужны. Так, заросли фиолетового мха. Куда ты лезешь? Лекарственный пурпурный мох уменьшает скорость распространения яда, лечит от отравления. Яд распространяется по телу и наносит уран в течение некоторого времени. Отравление может усилиться, поэтому всегда запасайтесь этим мхом перед путешествием в заражённую местность. Сад в тёмных корни. До свидания. Не поминайте лихом. Так, сади-ка сюда. Сейчас такая штука в третьем Dark Souls'е, Magistics. То есть там... Вот там сейчас часто призывают. Даже на консоли. А я думаю, что на консоли игроков меньше, чем на ПК. Так, красный мох. Заросли красного мха. Красный лекарственный мох снижает кровотечение, которые вызывают атаки острыми клинками или шипами. Оно наносит серьёзный урон. Используйте этот мох, чтобы не довести кровотечение до предела. Большая душа безымянного солдатуса. К Артуриасу я сейчас не пойду. Кстати, а чё я? Ёперная мать. О! Десять! Этот костёр я возжигать не планирую. Пошли. Так, ещё фиолетовый мох. В Блайттауне пригодится. Так. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так Ту-ту-ту-ту-ту-ту Сразу пойду-ка я сюда Кстати, вообще изначально Вот эти деревья должны были еще и отбиваться В финальной версии Это вырезали А, типа вторжения Ну, не знаю Если будет честный Если будет честный, то Почему бы и нет Но это не должно просто превращаться В попытку троллинга И препятствия нормальной игре По этикету, чувак Без лечилок, например С поклончиком Вот так вот Ну, просто если начнут задалбывать То я просто буду В полом В полом виде бегать Только в определенные моменты Буду себя делать Человеком Так, кольцо Кольцо с волком Одно из особых колец Здорованных четырем рыцарем Гвина Кольцо волка Принадлежавшее Арториасу Путнику бездны Арториас имел несгибаемую волю И бесподобно владел большим мечом Шея, ты че Затекаешь О Один удар Есть Есть Не надо меня лизать Не надо меня облизывать Так, зеленый цветок Зеленый цветок Неприятные вот эти ящерки Внешне, честно говоря Стой, не падай Так Зеленый цветок Зеленое растение в форме цветка Временно ускоряет восстановление стойкости Эти ужасно горькие Однолетние кусающиеся растения Растут у воды Иногда их вырастает очень много Кусающиеся растения Какой ужас Так, душа гордого рыцаря Душа гордого рыцаря нежити Который давно стал полом Позволяет получить много душ Такс Как хорошо, что мне не придется Этот самый Использовать Как его Не придется обратно Возвращаться к Освальду Вот Колечко-то я уже сразу взял Так Так, здесь у нас лежит Насколько я помню Протозан Тихо Давай без этого Вот Протозан Что у нас с оружием такое Протозан Типа оружие копье Типа атаки Обычный выпад Копье с клинком на конце Позволяет держать дистанцию И наносить резанные раны Это копье подходит для разных ситуаций И его сила кроется в большой длине Но в ограниченном пространстве Она лишь мешает И оружие бьется о стену Чем тебе змейки не угодили Змейки симпатичные Причем все змейки Здравствуй, Вован Так, окей Блин, зараза Я лучше вот так вот сделаю Смотришь, как подскочил-то, а? Какое дерево шустрое Иди сюда Иди ты сюда, говорю Так Сюда подойди, давай-давай Давай, иди сюда Так-с Ну и теперь можно воевать С рыцарем-сныцарем Он как раз спит Значит, сныцарь Давай, иди сюда Здесь повоюем Черт побери Щит черного рыцаря Весьма хорошая штука Завалин Так, сразу с этим парнем Тоже поговорим Блин, там дерево Еще одно я пропустил Так, пускай дерево Сначала само сюда подойдет Дерево, оно побыстрее Что-то дерево не торопится Дерево, иди сюда Быстрее Энд Иди быстрее Вообще, кстати Эти деревья Это энты Очень странно Я сейчас как-то победил Так Я получил большой каменный щит Серебряный щит, кстати Чуть лучше по показателям Ну, кроме огня Ну, потому что он серебряный А не обугленный огнем Так Так, подожди А, не, я не щит Получил каменный большой меч Тип оружия большой меч Типа таки обычный Сад темных корней Охраняют каменные рыцари Вооруженные покрытыми мхом Большими мечами В нем заключена Так же магия Что создала каменных рыцарей Выпустите ее Взяв меч Меч в обе руки Ну-ка 200 148 А, стой Магии еще бьет Но характеристики У меня не соответствуют Верни меч дракона Сколько там ему нужно Ой, стой Что делаем Не то делаем Какие требования 40 силы Ну, нормально Да, я сейчас Я сейчас собираюсь Начать сюжет Беатрис Так Шлем элитного рыцаря Шлем неизвестного рыцаря Возможно рыцаря Астора Старшего звания Несмотря на то, что он не желал Отказываться от задания клириков Воин погиб в прибежище нежити И стал полом Погиб в прибежище нежити И стал полом Это описание сета Оскара Доспех элитного рыцаря Доспехи неизвестного рыцаря Возможно рыцаря Астора Старшего звания Украшенные геральдическим символом Защиты от огня Нарчи неизвестного рыцаря Возможно рыцаря Старшего звания Он уже элитного рыцаря Он уже неизвестного рыцаря Возможно рыцаря Астора Старшего звания Ну нет иначе я слишком медленный так тут еще два рыцари кстати я что-то забыл про них ну вот просыпается так похоже в братстве пополнение добро пожаловать все brain bucket 183 спасибо за подписку добро пожаловать готов волшебница приди ко мне на помощь ведьма беатрис вот начнем ее сюжетку я не знаю зачем я это делаю нпс но просто так чисто чисто для отыгрыша роли так секундочку какой щит лучше всего будет защищать меня от огня от мая от магии 25 30 35 40 вот с этих же тоже нужно оружие вроде для ачивки каменная вот каменный большой меч выбил но вообще да насколько я помню они их надо собирать где ты вот меня напрягает что видимо беатрис нихрена не атакует ее сначала беатрис не сжимай меня пожалуйста во беатрис пошла в дело кажется полин чёрт вот это прикол вот это вот это внезапно это надеюсь и надо умудриться умереть так по ходу без беатрис теперь лунная бабочка-убийца возможно на гвендолине сейчас послушаю внимательно блин придется бить в одно рыло так то нам как бы беатрис без надобности так по факту для платины но тем не менее хотелось чтобы она потом на четырех королях помогала ну ладно а я здесь поставим не норм мне мне кажется на гвендолине другая музыка что-то толку то от этого счета честно говоря сюда давай опускайся давай ну подлети уже сюда давай беатрис вот блин тоже ведьма просто какая-то дурацкая какой босс из третьей части доспехи драконоборца что ли там же как раз эти бабочки летали они управляли этими доспехами на олдрике я помню музыку гвендолина мне кажется у гвендолина другая музыкальная тема бабочка не деребень меня давай иди уже сюда давай спустись и мы с тобой поговорим как мужики с мужиками давай на олдрике я точно знаю что там измененную измененная тема гвендолина об этом на вики указаны даже что делаешь мать твою ой молодец какая молодец просто молодец вот так на тебе по усам lonely september привет ну вот душа лунной бабочки ее никуда не тратим так человечность я думаю бессмысленно сейчас использовать мне нужно 10 10 есть и этого достаточно все из лунной бабочки из души мы потом будем делать оружие для ачивки рыцарская честь так а что мы с вами только что получили с вами получили уголь небесный уголь уголек необходимый для улучшения оружия небесный уголек является собственностью церкви используется небесными кузнецами хотел сказать церкви исцеления улучшать стандартное оружие до плюс 5 до небесного небесное оружие можно усилить до плюс 5 небесное оружие нужно для охоты на нежить используется в бою с нежить и experiments и марионетками некромантов Вот, это мы можем делать, это, короче, мы можем прокачку устраивать у Андре. Так, а что-то еще выпало же мне, или мне пока... А, ключ выпал, ключ. Ключ от подвала сторожевой башни. Ключ от подвала сторожевой башни в городе Нежити. Подвал сторожевой башни представляет из себя каменный мешок. Ходят слухи о полом герое, которого запер здесь близкий друг. Естественно, ради его же блага. Ну что, я думаю, мы можем воспользоваться косточкой. Я думаю, мы, наверное, сразу сбегаем к Андре, отдадим ему уголек. Но перед этим я дополнительно прокачаюсь. Так, главное, душу бабочки не использовать случайно. Начальным бонусом я взял кольцо старой ведьмы, чтобы можно было поговорить с прекрасной госпожой. Опа, какой знакомый смайлик. С канала Джека, что ли? Такс. 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 Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в Смирнов. Смирнов 37, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ого, да у тебя есть удивительный уголь. Мне такой уже встречался. Это уголь, достойный кузни богов. Быть может, ты согласишься отдать его мне? Его жар позволит выковать божественное оружие. Да. Большое тебе спасибо. Это правильный выбор, вот увидишь. Дима Даймонд, привет. Не дай себя прикончить. Никто не хочет, чтобы ты стал полом. Так, ну а теперь давайте будем надеяться на то, что нам выпадет Элибарда. Это было бы очень круто, если бы она сейчас выпала. Какой джек? А, кстати, тут же у нас ящерка, еще одна. Да, Эдра и я начали что-то подозревать. Такс, здесь у нас сет охотника такой же, какой он ананас надет, но есть большой лук. И длинноперая стрела появилась. Так, большой лук, типа оружия лук, типа атаки нет. Большой лук, оружие дальнего боя, для опытных охотников необходимы стрелы. Для прицеливания нажмите левый бампер, цельтесь в голову человекоподобных врагов. Для смены стрел нажмите левый и правый триггер. Куда я жму? Что я делаю? Длинноперая стрела. Тип оружия стрела, типа атаки выпад, стрела охотников повелителя с красным оперением. Благодаря большому радиусу поражения, они эффективны для прицельной стрельбы. И сейчас, прикинь, такая алибарда выпадает. Ну окей, попробуем выбить сейчас. Раз-два, раз-два, эм. Что-то у меня уже уши вянут от наушников. Конкретно. Вы со мной драться будете? Ну хорошо, если будете драться. Алибарда давай. Козлина! Козлина! Ладно. Обломок синего титанита. Глыбы титанита для усиления оружия. Голубой титанит насыщен мощной волшебной энергией, усиливает оружие магии до плюс 9, а оружие чар до плюс 4. После обнаружения глыб в Лордерне началась погоня за легендарным куском титанита. Может быть это всего лишь миф? В прошлый раз, главное, в прошлый раз было ноль человечности, выпало с первой попытки. Сейчас с 10 человечностями не выпало. Так, травяной щит у нас теперь имеется. Типа оружия щит, тип атаки удар. Старый металлический щит неизвестного происхождения. Изображение травы излучает слабую магию, ускоряющую восстановление стойкости. Так, теперь у нас есть костер недалеко от Хавилла скалы. Сейчас возьмем его колечко. А после этого у нас будет весело. У нас будет веселье, потому что мы с вами отправимся в Нижний город. В Нижний город Нежити, а потом уже пойдем в Северное прибежище Нежити. Да, после этого вернемся сюда, замочим гидру и будет нам счастье. Великий мост. Вот, все. Я жив, главное. Сейчас, прикиньте, из него такая душа Гвина выпадает. Ну, ну, ну. Хавил, ты что, сломался, что ли? И, типа, все. Да. Продолжение следует... Ты чё? Ты чё, вставать начал? Так, кольцо Хавила. Это кольцо было названо в честь Хавила Скалы, старого боевого товарища-повелителя Гвина. Люди Хавилы использовали эти кольца, чтобы выразить веру в своего предводителя и носить более тяжёлый груз. Вот, теперь вот сюда вот. Ой. Кольцо с волком и кольцо Хавила. И теперь можно на себя напялить более клёвый доспех. Во! Вот это вот уже другой разговор. Кстати, а чё я щит поменял? Щит чёрного рыцаря мне, пожалуйста. Так. Вот это уже не смешно. Давай травяной, наверное, возьмём. Ну, да, так будет получше. А город, а не живых. А город, а не живых. Такс, я по идее сейчас что сделал? Я открыл проход здесь. Так, чё дальше-то мне делать? Мне кого бить? Сейчас я вспомню, куда мне дальше. Мне в Нижний город надо. Так, а я чё-то не помню, а я ломал здесь коробки? Да, ломал. Я ломал стекло. Такая приятная вибрация сейчас была. И теперь мы открываем с вами шорт-катец до центрального костра. Дабл-кил. Сюда подплыл. Мелик. Так. Я пока что продолжаю качать силу. Ещё не факт. У нас ещё северное прибежище нежити есть. И, возможно, там у нас выпадет какое-нибудь оружие чёрного рыцаря. Я пока подожду до этого момента. Потом уже начну прокачку какого-либо оружия, чтобы уже было понятно. Так, значит, сейчас один такой момент хочу сделать. Я хочу возжечь этот костёр. Обратить опустошение. Так, сыво сжечь. Потому что здесь у нас начинается дорога в Нижний город. Нежити её не стоит недооценивать. Ну всё, пошли. Он на меня побежит? Нет? Нет, он просто посмотрел. Подумал, да ну его нафиг, этого чувака психового. Да, оно будет засчитываться, если будут сбрасывать. Но я, честно говоря, хочу всё сам собрать. Юбка полого воителя. Юбка полых воинов такая поношенная, что вряд ли может использоваться по назначению. А, нужно обязательно самому скрафтить? Неожиданно. Внезапен, внезапен. Окей. Ненавижу собак в Дарксу. Чё? Не, ну вы видели это дерьмо, да? Ну вы видели это? Да как я не попадаю-то по этой собаке? Что за нахрен? Ядрён, гудрён. Так. Собакин? Поговаривают, что оказывается в колодец можно упасть. Кто-нибудь? Прошу, выпустите меня отсюда. Эй, кто-нибудь? Помогите, откройте дверь. Проклятие, мне конец. Как такое могло случиться? Такс. Шапка колдуна, шляпа, которую носят приличные ученики Венхеймской школы драконов. Приличные. Большинство гордится учёбой в этой академии и не одобряет отказ от формы одежды, принятой среди колдунов. Накидка, которую носят ученики. Наручи, которые носят приличные ученики. Так. Посох, где ты? Посох колдуна. Посох, насыщенный ужасной магией кристалла. Использовался Логаном, когда он страстно увлёкся магией Сита. Неимоверно усиливает заклинания волшебства, но в два раза уменьшает количество их использования и требует огромного интеллекта. Но наш же герой умный! Великолепно. Тебе удалось открыть мне дверь. Благодаря тебе я спасён. Я уж думал, что никогда не выберусь. Я Грикс из Венхейма. Колдун из Венхеймской школы. Я благодарен тебе за помощь. Благодаря тебе я могу продолжить свои странствия. Какой нахрен лжец о чём-то? О, здравствуй, я в порядке. Отдохну немного, а потом вернусь в Храм Огня. У меня есть мои заклинания. В следующий раз я буду осторожнее. К тому же у меня есть важное задание. О, здравствуй, я в порядке. Всё, мы с ним обо всём поговорили. Дыньк. Не, Логан сейчас в крепости Сена застрял. Двойная человечность. Хо-хо-хо. Блин, надо было использовать человечность, ну ладно. Фиг с ним. Блин, не открывается. Аж жаль. Алебардой получалось пробивать насквозь. Ты чё, хренёшель совсем? Соблюдай этикет, я тебе сказал. Так, нож бандита. Нож бандита. Где он, где он, где он? Где он? Тип оружия кинжал, типа таки резкий удар. Широкий, однолезвийный, короткий меч, который предпочитают мелкие воры и бандиты. Предназначен для нанесения резаных ран и крайне эффективен для критических ударов, например, после парирования или со спины. Да, сейчас будет Ка про демон. Кортик. Невольно вспоминается книжка такая из детства. Кортик. Тип оружия меч для выпадов, типа таки. Выпад обычный небольшой меч для выпадов. Не заточен, но может проткнуть крепкие доспехи. Позволяет совершить выпад, используя вес тела. И эффективен для нанесения критических ударов. Кто придет ко мне и попытается меня убить и помрю? Это вы, ребята. Тихо. Я что-то не понял, а я думал, он умер. Тихо. Так, с большая душа с него выпала. Ой, ёпона мать. Чё-то тупая какая. Собакенская. Здесь у нас валяется сет вора. Так, 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 так. Маска вора. Маска грешников. Они скрывают лица, приглушают голос и прячутся в тени. Маска не обеспечивает достойной защиты. Даэдра, мать твою, за ногу. Ну, не знаю, там, типа, давай поклон шо-ли. Я думал, ты вещь хотел оставить. Чё ты делаешь, твою мать? Ха-ха-ха, сейчас обойдёшься. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. темная душа доядра побеждена я верил в колодец он меня предал ну вот видишь у меня с собой был лук все что я знал все неправда человечность зато получили так ну че погнали у нас тут веселье с капра демоном начинается ой господи не убивай меня ваншотом только пожалуйста я ж знаю ты урод еще тот тут проблема в собаках отлично отлично таргет мать твою ты еще не видишь где он ты прыгать будешь или чё что такая про демон сломался еще есть собаки обе живы на зло тупая собака мне было больно ох как же мне было больно капра где о ништяк ты ты можешь чуть-чуть вы немножко выйди о спасибо ой че-то мало че-то я на него хреново упал как-то че-то не пьешь я нажал на кнопку че с таргетом ой че с таргетом а а Молодец, правильно спрыгнул, молодца, правильно все делаешь. Так, иди-ка сюда, сюда иди. Попробуй меня ударить здесь. Ну, давай, давай, давай. Прыгни, 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 прыгни! Что такое? Он обычно всегда с лестницы прыгал, а сейчас что-то... А сейчас он что-то передумал. Кстати, в начале, когда увидел тебя, хотел таргетом навестись, а он меня развернул на 180 градусов. Это хорошо. Это хорошо, когда такое бывает. Так. Ключ от глубин. Ключ от двери, ведущей из нижнего города Нежити в глубины. Изгнанные из города Нежити возродились в глубинах сыром подземелье, в которое не проникает солнце. Около половины площади глубин занимает полная опасность и лабиринт. Мы же любим опасности, правильно? Ох уж, это камера соусов. Ох уж, это камера сырных соусов. Блин, я хочу сырный соус. Просто тупо сырный соус. Без ничего. Так, сразу откроем проходик. Используем ключ от глубин. Большая душонка. И сейчас мы с вами отправимся в северное прибежище Нежити. Сейчас перед боем крайне важно будет прокачать здоровье. Сейчас я у нее ничего не буду покупать, я просто с ней поговорю. Хм, ты все еще сохранил разум? Тогда почему бы не купить у меня мох? Мне нужны твои души. Великолепное место, правда? У нас есть вода, мох, симпатичная железная решетка. Мне здесь очень нравится. В жизни у меня не было никаких радостей. Но с тех пор, как я стала нежить, я все время счастлива. Сейчас плохое время для посещения наших краев. Здесь кишмаки шат полые. Кроме меня, конечно. Ты ведь тоже нежить, верно? Будь осторожнее. Если пойдешь дальше по этой стороне, дойдешь до глубин города Нежити. Но там живут одни грязные мошенники и лжецы. Там нечего делать настоящей леди, такой, как я. Но кто знает, может, ты там найдешь свое место. Повторяется. Пропади ты пропадом. Что ты за скучный человек? Итак, теперь мы открыли шорткат в храм огня. Даю удра! Ой. Похоже, с доедрой хреновый слоган. Хреновый боевой клич. Знакомься. Это мой друг Ломик. И меня тоже зовут Ломик. Пэм. Таргет не надо. Таргет, мать твою! Вообще, понимает, на кого я навожусь? Пошел нахрен. Тебя познакомить с моим другом-счетоводом. Ой, господи. Так, что-то не получилось. Как-то щетовода провести? Ну ладно. Так, теперь. Душандры. О, здравствуй. Жаль, что мы встретились при таких нелепых обстоятельствах. Что ж, по крайней мере, мы оба выбрались целыми. Тебе добилось встретить? Трое молодых клириков отправились в катакомбы на поиски секрета возжигания. Возжигание – это искусство поддержки костров. Бедная девочка. Ее отправили в этот склеп. Что же ужасное задание ей поручили? О, здравствуй. Как замечательно, что ты и я в целости. Надеюсь, что ты не пополнишь ряды полых. Вот, заклинание вам пока нам продавать не будет, потому что, ну, у меня не на это сейчас идет прокачка. Позже сможем все это дело устроить. Что? Что у нас здесь? Ты выглядишь не очень, как ты увидел под шлемом. Времена сейчас тяжелые, но за собой надо следить. Нельзя показываться госпоже в таком виде. Ты можешь ее до смерти перепугать. А, это снова ты. Что у тебя к нам за дело? Впрочем, сомневаюсь, что мы можем помочь. Мы сопровождаем госпожу в ее священном задании. Это непросто, но я и Нико останемся с ней. Не могу же я бросить их. Ты тоже нежить? Тогда времени на любезности у нас нет. У меня есть своя цель, а у тебя, без сомнения, есть своя. Нельзя позволять проклятию взять над нами верх. Разве я непонятно объяснила, насколько это важно? Неужели твоя неотесанность не позволяет тебе это уяснить? А по тебе и не скажешь. Ну все. Петрус, что ты мне скажешь? Петрус. О, здравствуй. Мои спутники наконец-то прибыли. Скоро я отправлюсь в дорогу. Так что, боюсь, нам придется распрощаться. Мне было приятно. О, здравствуй. Полагаю, тебя интересуют чудеса? Да, я знаю. Рея, младшая дочь из славного дома Таралунд. Эти молодые рыцари и ее друзья с детства. Но я не уверен, что из них выйдет. Боюсь, они могут оказать на нее дурное влияние. Все, поговорили. Возвращайся еще. Эффективность чудес зависит от твоей веры. И от твоей, и от моей Наташи. Так. Нет, Зарю еще не призывали. Я буду заклинания и все прочие вещи приобретать на втором заходе. То есть на новой игре плюс уже. Ну и ну, какой сюрприз. Я не думал, что ты справишься. Кто-то звонил в колокол пробуждения. Постой. Это ты? Ты никогда не сдаешься, да? Не знаю, как тебе это удается. Что ж, не останавливайся. Остался лишь один колокол, но это самоубийство. Кстати, Артем, можешь помочь с капра демоном? Я боюсь за клирика на него идти. А почему бы и нет? Сейчас бегаю обратно. У меня там шорткат есть. Я сейчас там знак оставлю. Себе довелось встретить ее, благочестивая юная дева и ее спутники? Наверняка собираются разграбить могилы. Про эту госпожу я наслушался достаточно на всю жизнь. Что еще? Страшно стало? Не беда. Садись, устраивайся поудобнее. Ты глазом не моргнешь, как мы оба станем полыми. Ну, что ты собираешься делать? Я вот уже решил. Мне, в общем, все равно, я уже отчаялся. Этот чокнутый чародей выжил? Неожиданно. Но случались вещи и страннее. Что случилось с тем старым оборванцем? Ну, тем, который поклонялся какой-то богине-матери-пиромантии. Он отправился в чумной город, но не вернулся. Все бегут от заразы, а он пошел в гнездо. Что ж, если он стал полым, зараза ему не страшна. Что? И что теперь? Все, он снова начал повторяться, все новые его монологи кончились. Реплики, реплики. Здравствуй. Я принес твою награду. Пожалуйста, прими ее. Я благодарен тебе за свободу. Тебе этого мало? Ну, не жадничай. Что? Снова ты? В чем дело? Наше будущее туманно. Так, пожалуй, пока не будем становиться друзьями. Так, ну все, он нам дал мне еще одну медальку света. Че у меня... Так, ну, в принципе, это все. Давайте качаться. Сейчас, перед битвой с тем боссом, мне должно быть хорошо прокачано здоровье. Ой, что я делаю? Куда я побежал? Вот так вот. Так, делаем в два захода. Сначала вот сюда. Ключ... Ключ от западного крыла второго этажа. Ключ от железной решетки на западной стороне второго этажа северного прибежища Нежити. Прибежище Нежити — это огромная тюрьма, разделенная железными решетками. Даже если герой найдет в Лордерне ключ, позволяющий выбраться из тюрьмы, хватит ли у него мужества вернуться обратно? Я гениально сейчас спрыгнул просто, мастер. Мастер, ла мастер. Слушайте, а на обложке игры случаем не вот этот вот самый сет нарисован. в котором я сейчас беглю. Не с этой, а с Торы. Все, ребят, теперь просто ждем. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Супер, просто супер. Ты чё, игра? Это она мне, видимо, намекает, что Артём, пора делать перерыв. Ты уже играешь три с половиной часа. Ты чё, игра? Ты чё? Вот такая вот забавная хренотень сейчас произошла. Шта-а-а! Да-а-а! Вот она вся сила порта Dark Souls 1. Давай меня обратно. Давай меня обратно. Ты давай не тащ... Нет, это. Эй! Ха-ха-ха-ха! Ладно. Миядзаки предупреждает. Чрезмерная бла-бла-бла. Я надеюсь, сейчас не случится никакой лажи. Потому что лажа, она неприятная, эта самая лажа. Тут, кстати, с крыши можешь сразу спрыгивать на ту лестницу до верха, чтобы обратно не забираться. Раз... Да? Честно говоря, я не видел других вариантов. Так, ворона, мне нужна твоя помощь. Ворона, давай. Фух, всё нормально в этот раз. А то это забавно, то что игру, игры вылетают тут, понимаете ли. Зачем я это сделаю, я не знаю. Хе-хе-хе. Dark Souls 3, кстати, нет. Геймплей до сих пор не обсуждали, но это... Это круть. Я лично жду. Город за стеной там, как выразились разработчики. Есть подозрение, что... Я всё-таки думаю, что это будет Ландор. Отлично, ступай прямо. А, понятно. Так, попасть к боссу мы сможем вот здесь. Но я пока не тороплюсь. Так. Ну, теперь давайте зачищать локацию. Сейчас тут на нас Оскар нападёт. Оскар, привет. Чё ты застреваешь в стенах? Я хренею с тебя. Зачем? Блин. А, Оскар, ты умный. Сержио, привет. Это я хотел тебя пнуть. Да что ты будешь делать? Да, меч дракона достаточно хорошая вещица. Но вот, правда, сейчас меня могут навалять. Я хочу здесь всё-таки попробовать выбить оружие помощнее. Какое-нибудь оружие тёмного рыцаря. Так. Я щит выбил, да. Щит с эмблемой. Тип оружия щит, тип атаки удар. Щит неизвестного рыцаря, скорее всего, высокопоставленного рыцаря Асторы. Зачарованный синий щит, щит с эмблемой отлично защищает от урона магией. Вот как раз он нам сейчас и понадобится. И он, в принципе, не такой уж и тяжёлый. Я очень надеюсь на то, что я сейчас смогу в северном прибежище нежити выбить какой-нибудь меч чёрного рыцаря. Заметьте, теперь их здесь двое. Ржавое железное кольцо. Вот именно то, ради чего я сюда, собственно, и пришёл до убийства Гидры. Так, ржавое железное кольцо. Это железное кольцо использовалось для сковывания виновных. Всё ржавое и немного испачканное кровью. Нашедшее это загадочное кольцо к своему удовольствию обнаружит, что передвигаться по болотам стало легче. Такс, встать. Поиск предметов 210. Это если сейчас я не выбью ни одного меча, это будет очень обидно. Тут, если мне память не изменяет, ходят два рыцаря. Вот первый. Блин. Ну? Мне нужен твой меч. Пожалуйста, дай мне свой меч. У меня даже есть чем его прокачивать. Просто, пожалуйста, дай мне свой меч. У меня 10 человечностей. Ради твоего меча. Ой. Ой. Ой, как сейчас мне повезло. Балин. Не бей меня. Ну, в третьем Dark Souls это уже сколько лет-то прошло. Ну, пипец. Здесь остался ещё один рыцарь. Вот должны, вот должны выбить. Обломок красного титанита. Глыба титанита для усиления оружия. Красный титанит насыщен мощной энергией огня. Усиливает оружие огня до плюс 9. А оружие хаоса до плюс 4. После обнаружения глыб в Лордерне началась погоня за легендарным куском титанита. Может быть, это всего лишь миф? Что ж везет-то как? Так. Это мы круг сделали. Мне надо, походу, куда-то на первый этаж или наоборот на второй. Чё-то подзабыл. Ты чё ожил? Ты чё встал? Нужен меч. Ты чё? Нужен меч. Чёрный рыцарь. Там хочет меч. Так-с. А, вот же, ёпорс. Это первый этаж. Вот нам туда. Там нужен меч. Рыцарь. Чёрный. Чёрный. Отдай свой меч, подлец. Тьфу. Тьфу. Тим любит меч Давай мечтаем Иди сюда Ой больно сейчас было Ой сейчас больно было Ой а что я здесь с ними сражался Да каким образом ты блин О боже Да вы издеваетесь Здесь и человечности Ни одного оружия черного рыцаря не выпало Это просто я не знаю Ну пипец Ну че то это вообще Че там с него Какой титанит выпал Тоже красный Ну охренеть а Так Я теперь думаю о том Чтобы прокачивать Учигатану Так Даэдра напомни мне пожалуйста Че мне нужно сделать Чтобы моя Учигатана Была мега смертоносным оружием Короче Из чего И как она делается Потому что я Это дело подзабыл Я надеялся Что к этому моменту Мне выпадет Хоть какое то оружие Черного рыцаря Что то как то не выпало Вообще мне нифига Да кстати Пока ты пишешь Я ключ прочитаю Странная кукла Странная кукла В нелепом платье Когда то существовало Такое чудовище Которому не было места в мире Оно крепко вцепилось В эту куклу И вдруг его затянуло В нарисованный мир Холодный и необитаемый Ладно пошли бить В идеале 14 силы И 50 ловкости Уже не в ту степь прокачался Ну ладно Ладно не будем паниковать У меня еще впереди Зуб дракона имеется Я собственно 50 силы Хочу прокачать Как раз ради него Так А вот сейчас Будет пипец Какая задница Ребят Сейчас нужно Очень аккуратно Сыграть Потому что Блин В чем его дубасить Ой господи Так А у меня драконий Чешии же нет Еще нет Нет Печаль Щит прокачать Что ли Да ну нафиг Короче Сейчас там будет Демон У нас сейчас босс Который вполне Меня может сваншотить Значит думаю Серебряный меч Черного рыцаря Или Алибарда гигантов Ван Орлонда Как там ее Неплохая замена была Ну окей Ладно поехали Сейчас короче Будет задница Полнейшая Поехали Беги Урона как можно заметить Я ему наношу мало Ой отойди Как можно было застрять Сейчас в хвосте Саму спонтера в кофейнике Блин Что сейчас происходило На экране Я вообще не понял Блин хватит меня Хвостом двигать Так Жалко что у него Хвост не отрубается Три раза Три раза нужно ударить Почему он бьет в стену Вот реально Почему ты такой тупой Сейчас демон такой разворачивается Я не тупой Я не тупой. Так, 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 стоп. Вот за задницу ему, за задницу. Не жадничаем. Ха, с первой попытки. Вот это да. Плюс еще и кусок титанита выбили. Кусок титанита для усиления оружия. Легендарные куски были собственностью богов. Усиливает стандартное оружие до плюс 15. А оружие молнии и кристальное оружие до плюс 5. Легендарные куски титанита остались от неизвестного кузнеца, который ковал оружие богов. Использование этого куска делает оружие легендарным. Плюс мы еще и получили 20 тысяч душ. Как раз, я думаю, сейчас можем прокачаться. Ты, может быть, доволен? Билл, грозный демон, бородач. Бородач, это ты про меня, что ли? Да, у меня борода. И ты скажешь мне да. Так. Я продолжаю качаться для зуба дракона. Я только что убил грозного демона. И вы тут на меня нападать решили, да? Вот так вот. А, бродячий. Да-да-да-да-да, инспектор, гаджет. Чуть-чуть я вдруг вспомнил. Ну вот, теперь полетели обратно в храм огня. Теперь мы сейчас пойдем в локацию Гидри. И будем зареволочили вытаскивать. А, в смысле, отсюда можно было на лестницу попасть? Ну, понятно. Так-с. В северном прибежище Нежте мы побывали. Все сделали. Больше мы туда уже не вернемся. Так, теперь пошли в Гидри. Это будет проще всего сделать на лифте. Опа. А, это снова ты? Я, эм... Я, как бы это сказать, потерял госпожу. Где я ее только не искал, да только бестолку. Куда же она подевалась? Госпожа, я ведь поклялся защищать вас до конца жизни. Ваше Высочество, куда же вы пропали? Я один в этом виноват. О, горе мне. Бесполезное и жалкое ничтожество. О, прошу прощения. Займемся чудесами. Иногда я погружаюсь в себя. Не обращай внимания. Так, мне даже теперь интересно стало. Кто-нибудь что-нибудь новое теперь здесь скажет? Тебе доводилось бывать в руинах нового Лондона? Спускайся вниз по лестнице, используй подъемник. Это место стоит посетить. Когда-то это был город нежити. Может, ты найдешь там что-то полезное? Еще до этого призраки не найдут тебя. Меня бабочка один раз убила. Как тебе эта ужасно унылая девчонка? Хранительница огня. Она торчит у своего зажженного костра. Печальное зрелище. Немая, застрявшая в этом богами забытом месте. И, наверное, отрезали язык в ее деревне, чтобы она не произносила имя Господне в Суе. Как этим мученикам удается держаться? Я бы сразу же опустил руки. Что? И что теперь? Так, интересно, а Лотрак что-нибудь скажет? Так, вижу, ты занимаешься делом. Не хочешь заплатить за подсказку? Нет. Неужели? Что же, как тебе угодно. Я просто хочу помочь. Что, снова ты? В чем дело? Наше будущее. Он, короче, если ему деньги дать, то он расскажет про Лоскутика. Забавно, новые диалоги. Ну окей. Забавно. Ну окей. Так, теперь нам надо к Андрюхиному костру и дальше. Ох уж этот Петрус. Так, и здесь же 10 фляжек. Пошли дальше. Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в семью. Блэйди 66, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Чё-чё-чё-чё такое с... Подождите. Эм... Да по центру он указан. Странно. Продолжаем. Так, подожди. Вот так сделаю. А, точно. Слушай, блин, чё-то я забыл. Да-да-да-да-да-да. Сейчас я сбегаю к Апридемону и оставлю знак. Я чё-то подзабыл. Как раз я в нужном месте нахожусь. Так, демон-капаразоид. Блин, я зря сюда пришёл. Ну ладно, сейчас я по-быстрому сбегаю. Кто-то всякие скамейки ставит. У меня сейчас, знаете, чё интересно? У меня и щит Асторский, и сет Асторский. Такая вот интересная фигня. А, я про тебя-то забыл. О, здравствуй. Всё, у него только одна реплика. Хорошо. Бдыньк. Осталось меч Асторский в долине дрейков забрать, который от Веры скейлится. Но я его брать не буду. Чё, нафиг он мне нужен? Вообще, я его возьму, конечно же. Это... Я про то, что я не буду его в руки брать. То есть... Мне так-то... Бессмысленно... С ним сражаться. Там нужна вера. Бессмысленно... Ото... Так... Так, я уже практически у Каппа демона. Штаны полого вора. Так. Лосины полых воров. Они практически бесшумные и понравятся любителям прятаться в темноте. Лосины. Лосины, это хорошо. Лосины, это гудрон. Так. Да. Шо за дебильная серия атака. Алё. Алё. Я, короче, знак оставляю. Так, секундочку. Ещё нормально, а? Давай, Дайедрич, призывай. Уж не Дайедрич ли это стоит? Вроде оружие клириканское было. Странно. Такое ощущение, что вот я тебя вижу, вроде это ты ходишь. Сейчас ещё раз поставлю. Ну-с, и чё-с? Какой у меня уровень персонажа? Тридцать четвёртый. Главная тень от Дайедра я, по-моему, вижу. А он меня нет. Странно. Чё, не получится, что ли, помочь? Эх. Ну ладно, я тогда обратно пойду. Главное, а ведь вторгался ко мне. И снова здравствуй. Похоже, у тебя всё в порядке. Тебе нужно что-нибудь выковать, пообщаться чё с Кашноула. Это старая церковь. Её бросили ради новой, мимо которой тебе довелось пройти. Здесь берут начало две тропы, ведущие в запретные миры. Крепость Сена и сад тёмных корней. Они притягивают сюда разных безумцев, которых... Не твою душу. Перевод. Хорошо быть нежитью, но сохранять ясную голову, а? Крепость Сена это старинное аресталище, которое воздвигали древние боги. Это единственный путь, ведущий ван Орлондо. Конечно, большинство идиотов не может найти дорогу даже в эту укреплённую ловушку. Но они продолжают пытаться взять хотя бы этого кретина, сэра Луковицу. Про сад тёмных корней я знаю немногое, но до меня доходили слухи, что там обитает небесный кузнец. Те, кто отваживается спуститься в катакомбы, ищут его, чтобы добыть небесное оружие. Всё, он закончил. Не дай себя прикончить. Сигмайер просто ленивый. Инспектор Кэт, смотри, чтобы тебя по дороге в магазин не гопнули. Я ни на что не намекаю. Асад от тёмных корней. А Лордоран. Сезариона привет. 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 Так, сейчас надо будет у костра, который был рядом с рыцарем, с алебардой, сохраниться. Да. Дом, дном, дном... Шо! Вот. Так Отдыхаем Быстро Идем вперед Побиваем гидру Гидру Что у меня с языком? Я уже заговариваться, похоже, начал Надо постепенно прекращать И делать перерыв У меня как бы тут сейчас полнейший рандомский рандом С расписанием Я убью тебя, пасечник Так, кажется Гудрон меня заметил Ну, идем Посражаемся, иди сюда Че? Я же щит поставил Ты че пафнутий, совсем что ли? Иди сюда, товарищ, который мне не товарищ Давай Ну, спасибо, ребят Теперь я вспомнил другую упорную песню Микки Манус Да, Микки Манус Это страшный зверь Давай-давай, иди сюда Я тебя познакомлю Я тебя познакомлю со своим замечательным метчиком Мой метчик, знаешь, какой метчик? Иди сюда Паун, смотри Хочешь еще раз покажу? Смотри Опа Не успел разглядеть? Вот тебе вот побольше покажу Ты че-то не смотришь Нехрена я его кританул О, обломок синего титанита У меня такой был уже или нет? Да По-моему, я попал в дерево О, один хп снял Один хп Проклятие одного хп Давай, иди сюда Я тебе покажу большую задницу Блин А я предупреждал Еще выпал синий титанит Классно Так, а вот теперь Мы побежим вперед И будем драться Не будем драться Уродина Ты страшная Во наглость, а Вот наглешь Вот просто Вот наглость Пиццу сегодня чели сделать Что-то прям захотелось Инвайт Просто добавь воды Ну давай, гидруха Давай, гидруха Не будь старухой Бей их Бей их Ну что вы какие Что вы какие Скоушные Так, ладно Побежали тогда наверх Пуля уже такая Какой-то чертовой матери Наверх Так, вот сюда давай Алин Кто ж знал Кто ж знал О боже, чего они все втроем пришли Так Господа Бурбюки Идите сюда О господи А так меня сейчас убьют И я потеряю еще Все свои С человечности Мои С человечности Камера Вот не надо Ну не надо Вот это вот Опа 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 виш левого а вот теперь мы будем воевать с тобой зелебоба давай ой блин башка затекает надо надо постепенно уже это переходить на перерывчик у нас там в принципе впереди вторая часть первой части и это глубины чумной город поэтому я думаю мы потом перерыв сделаем сейчас закончим с гидрой там заревала чили и так далее вот и сделаем перерыв отдай Моя душа, мать твою. Holy shit! Да что такое? Я в воде стою, почему? Да блин! Че за хренатень вообще происходит? Алло, алло! Ты че игра? Игра не хочет, чтобы я уходил на перерыв. Видите, какими силами она меня оставляет внутри себя. Так. Эй ты, капитан веселая задница, иди сюда. Все идите сюда. Вот так. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я убегаю. Вот, пускай гидра работает на меня. Оформляет трудовой договор и работает на меня. О, я убегаю. Я убегаю. Я убегаю. У меня не убегаю. Девушки отдыхают. Да. Чё-то я увлекся. Надо эстуса хряпнуть. Давай-ка. Хряпнули эстуса? Иди сюда. Куда ты пятишься? Ты чё, рот? Сюда подплыл? Так, остался последний. Все умерли, а он остался. У меня получается боевой клирик пиромант. Вот уже не ожидал, что такого персонажа буду создавать. Иди сюда. Иди сюда. Мы потанцуем с тобой. Да-да-да. А теперь мне надо взять челопечности и убегать. Успел схватить, ура. Успел схватить, ура. Молодец. Жив. Цел. Победоносим. Минус голова. Хаулье. Дебильное дерево. Дерево, чё ты мне мешаешь? Маркот, привет. Сейчас я вам головы-то потрубаю. Минус голова. А, давай сюда. Давай сюда, давай. Еще минус голова. Хорошая магия, губидосик. Давай, иди сюда. Ну чё вы? Как это я не достал? Ты чё? Ты чё игры? Ох, еще минус голова. Ох, еще минус голова. Давай, гидра. Задел. Опять задел. Что за удары сквозь головы? При этом голова не умирает. Точнее, при этом я по голове не попадаю. Так, давай, давай. Ну, хора магии. Давай себе. Попробуй меня уже, давай. Ты как? Вот как я не попал? Чё это такое вообще, а? Так, эту я не достану, поэтому... Попробуй меня уже, давай. 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 Победа Так, мы только что с вами получили драконья чешуя, значит, здесь описание почему-то красного титанита, не знаю в чем проблема, и мы получили вот это колечко, кольцо с короной заката, кольцо в форме короны, даровано принцессе Зареи, залочили в день ее рождения, позволяет использовать дополнительные заклинания волшебства, но сокращает здоровье в два раза. А еще у нас тут псет-рыцаря валяется. Так, ну-ка, что он из себя представляет? Шлем рыцаря младшего звания. Несмотря на небольшую толщину металла, рельефная поверхность обеспечивает дополнительную защиту. Доспех, наручи и поножи, все, в принципе, одинаковое. Так, нам сейчас нужно вот что сделать. Ржавое железное кольцо. И надо из игры выйти и зайти обратно. Там сейчас голем должен золотой появиться. Вот, такие вот делища. Кстати, изображение на экране у вас не темное, а то у меня в ОБСе такое ощущение, что темнее, чем обычно. Нормально? Окей. Видимо, это у меня там предпросмотр так выглядит. Лег道 там. Идем. Продолжение следует... Так мое спасение твоя заслуга? Очень любезно с твоей стороны. Я перед тобой в долгу. Я заря Алла-Чилле. Я попала сюда из древних веков и не могу надолго задерживаться здесь. Прежде чем я покину ваш мир, позволь мне кое-что спросить. Моя родина, Алла-Чиль, известна древними заклинаниями. С твоего согласия я желала бы передать эти драгоценные знания тебе. Желаешь ли ты получить их? Да. Прими мою искреннюю благодарность. Мою радость не передать словами. Я начертаю для тебя свой знак призыва. Если у тебя возникнет нужда во мне, прошу, воспользуйся им. Думаю, мое время истекло. Да осветит пламя твой путь. Ну вот, мы выполнили вот это дело. Так, я думаю, мы косточкой воспользуемся. Че, я буду бегать туда вручную? Да, давай к последнему костру. На могилу Арториаса я не пойду, я не самоубийца. Так. Вот так вот. Пускай у нас будет немножко посильнее урон. Вот. И давайте починимся. Так, а теперь я предлагаю сделать следующую вещь. Я предлагаю добежать до... Короче, до Храма Огня. Тут, в принципе, это недалеко. Вот. И в Храме Огня пока что остановиться. Блин, охренеть. За четыре с лишним часа ни один кадр не пропал. Алибарда Черного Рыцаря упала в этот раз? Нет. Поэтому я сейчас прокачал меч дракона. Выбивать придется теперь уже только в горниле первого пламени. Так, заросли фиолетового мха. Нормалек. В катакомбах в переходе к гробницам есть еще Алибарда, но тоже может не выпасть. Это там. Так, и теперь в Храм Огня. Оттуда будет быстрее добраться до глубин. На новой игре плюс также будем уже фармить некоторое оружие. Будем пытаться его выбивать, которое не получим за первое время. Хотя бы просто потому, что у нас уже тогда кольцо змея появится. Да, кстати, я кое-что забыл. Вот. Кольцо с волком. Лучше на обычной новой игре фармить оружие. Иначе, например, волшебников в архиве герцога будет полная жесть убивать на новой игре плюс. Ну, не знаю. Колечко потом возьму и посмотрю еще раз по локациям, где чё-ли валяется. Где чё можно выбить. Ну вот. Всё. Короче, здесь, я думаю, мы стрим закончим. Наверное, перерыв будет. Я еще сегодня буду играть в Dark Souls. Вот, ребят. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. А также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом всё. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok